Татьяна Соломатина. Отойти в сторону и посмотреть. Трилогия. Книга первая. Серия Акушер Ха. Проза Татьяны Соломатиной. Москва. Яуза Пресс. Эксмо 2011 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Моей дочери М. Соломатиной. От автора. Когда-то мы все бываем маленькими, но это проходит, хотя что-то остается в нас. Мы наводняемся жаждой познания и становимся философами. И это проходит, но что-то остается. Борясь с сомнениями, мы становимся естествоиспытателями, бросая вызов механике науки и стали собственных нервов. Но проходит и это. И что-то остается. И мы ищем, ищем, ищем и находим. Не сомневаемся и не верим. А если верим, не решаемся. Грош цена такой вере. Сидя в кресле у приоткрытого окна, я вдыхаю аромат своих любимых цветов с длинными фиолетовыми лепестками, очень похожих на ирисы, и чувствую, что так много всего остается во мне, что я не выдерживаю. Собираю все это как пыльцу, толку в тяжелой бронзовой ступке, что оказывается как раз под рукой, высыпаю на ладонь и бросаю в пылающий зеленоватым пламенем огонь камина. Я не вижу, как странное дымное облако вырывается из трубы и, скользнув перекати полем по перламутровой крыше, просочившись сквозь заросшую виноградом каменную террасу, медленно подплывает к окну, за которым я, сижу в кресле и, глядя на жаркий огонь, беспричинно печалюсь. Море грозы. Такие вечера не перисто-голубые, а скорее пронзительно-бирюзовые. Зачем я растопила камин так рано? Нужно было дождаться дождя. Наверное, не хватает воздуха, думаю я. Не оборачиваясь, я протягиваю руку, открываю окно пошире и глубоко вдыхаю. Отойти в сторону и посмотреть. Книга первая. Ты что-то хотел предложить? Прогуляться. Мне собираться? Не стоит. Позволь, разве прогулка не требует сборов? А разве хоть что-то у нас не с собой? Так себе идея. Все просто случается однажды. Или не случается никогда. Сидишь за столом, покусывая карандаш, ненавидишь все иксы и игреки на свете, и вдруг подумаешь, а что, если ты не ты, а скажем, кошка? Или почему кошка? Пусть любой зверь. Ловкий, сильный, умный. И зверю не сидится на месте. Зверь сидит на месте только когда спит. А так он все время идет или бежит. И не потому, что его где-то ждут. А как раз потому, что он не знает этого. И не может не идти. Перелеснув тетрадь на чистую страницу, ты рисуешь дом. Или то, что могло бы быть им. Дорогу. Не от дома. Просто дорогу. Приходящую оттуда, возможно, даже с предыдущей страницы, где только уравнение и решение. И уходящую туда. К горизонту. Горизонт рисовать просто. Это линия. От края до края чистого листа. По дороге, в сторону горизонта, идет зверь. С рюкзаком и в кедах. Не какой-то там недотепа. Пугливый, через шаг оглядывающийся, далеко ли он отошел от норы. Нет. Этот зверь уже повидал кое-что. Не то чтобы... Но путешествие ему не в новинку. Он со всем возможным здравомыслием собрался в дорогу. Что понадобится раньше? Поближе. В кармашках рюкзака. Хрупкое в мягком. Мягкое к спине. Только то, что действительно нужно. Чтобы добыть пищу. Утолить жажду согреться. Никаких цепочек с плюшевыми зайчиками. Розовых блокнотиков. В сердечках. Только простые выносливые вещи. Они должны вынести от начала и до конца одно путешествие. Но путешествие не может быть предпринято просто так. Только потому, что ты этого желаешь и готов. Этого мало. Должна быть идея. Та, что позовет. Или подтолкнет. Или настроит. И идея совсем не похожа на то, что принято называть вдохновением. Вдохновение — непутевое слово. Вдохнул-выдохнул. По дороге, может, еще успеешь сломать, как обычно, последнюю мамину иглу для чего-то там, прошивая капроновой ниткой под износившиеся башмаки. С идеей не так. Если она настоящая, то подчинит себе все. Заполучив тебя, она превратит вечно скулящего щенка в пехотинца-легионера, в альпийского стрелка, в просоленного всеми морями на свете моряка. Она — как знамя, гимн. Ее нельзя потерять, не заметить или просто не воспользоваться, как вдохновение. Даже заставляя терпеть поражение, идея не оставит тебя. Она выше поражений и больше побед. Она — оттуда, где ты, возможно, никогда не будешь. Но в этом и смысл. Что это за путешествие, которое бац и закончилось? Оно должно длиться и длиться, длиться и длиться. Путешествие — это как писать письма. Рассказывать вроде бы и не о чем, все как обычно. Но только начни писать, и сразу столько всего. И тут то бумаги не хватает, то чернила в ручке пересохли. Пока бегаешь и ищешь, отвлекаясь по дороге, сел, опять сказать нечего. Потому что надо быть всегда готовым. Кстати, о письмах. Вот если описывать все и складывать в какую-нибудь коробочку, как в почтовый ящик, тогда потом, совсем-совсем потом, открыть и достать. Та непонятная, далекая, наверное, очень умная и все еще красивая пожилая женщина. Ей должно понравиться. Ведь целую жизнь она ждала этой записки. Чтобы узнать, как же оно все было в этом далеком-далеком давно. Странная идея. Честное слово, странная. А забавно могло бы выйти. Глава первая. Путешествие. Символизм слов не обязывает наш разум облачаться в одежды метафор. Ну, здравствуй. Что за глупость, честное слово. Пишу и думаю. А вдруг не получится. Или хуже того, все получится, а я ошиблась. Или завертится карусель, не остановить. Что может выйти, если прожившая уже целую вечность вдруг знакомится с той, что только собирается эту вечность прожить? Что почувствует та, у которой все еще впереди? Будет смеяться? Расстроится? Засомневается или предвосхитит? Каково это? Узнать, что оттуда, из вечности, длиной в 77 лет, кто-то говорит с тобой. Как будто смотрит. Я задумала это путешествие для тебя. Или для себя. Не знаю, как и сказать. Мы вряд ли уже найдем друг друга. После того, как я сброшу с себя мантию времени, все изменится. Так и хочется сказать навсегда. Но ведь ты — это я. И в то же время... Опять эти обороты. И в то же время это не так. Сложно объяснить. Я постараюсь, конечно, но немного позже. Сначала я хотела бы кое-что рассказать. С чего же начать? У всякого путешествия ведь должно быть название, правда? Красивое, простое, как ветер, вода, время или просто... Птицы. Помнишь, в том году съехалось много народа. Как-то они там все сговорились. Родители, их друзья только свои. Сняли домики, комнаты, сараи. Кому что досталось. Здорово получилось. Как-то помолодели, что ли, сразу. Шашлык, вино в белых пластиковых канистрах, салаты свежих обжаренных мидий с розовыми помидорами и ялтинским луком. Дальние походы в лисью бухту, рыбалка. Одна камбала была такой огромной, что даже не верилась. Охота на куропаток с уазика какого-то из местных знакомцев. Чейз вслух на английском под вечерний портвейн. Преферанс по копеечке за вист под коньячок. Благодатное лето. Впрочем, там был один мальчик. Вроде ничего, но младше. Года на два, что ли. Ну да, кажется, мы было одиннадцать. Ты каждый год бываешь здесь. Но не каждый год так. Может, поэтому не так хочется на море сегодня. Не так – это не значит меньше. Не так – это значит появляется еще что-то. Внутри настоящего путешествия ничто не хуже и не лучше другого. К примеру, идешь за черникой в лес. Ты так любишь подавить ее с молоком и сахаром. А находишь стайку уютных белых. И бабушка варит на обед вкуснейший суп с молодой картошкой, зеленым лучком и сметаной. Или ныряешь в утреннюю прозрачную воду с отцовским подводным ружьем, чтобы гордо принести на завтрак небольшую кефальку или комбалу. А сталкиваешься с огромным черным морским котом. И следуешь за ним далеко-далеко в море любую испарение. Просто море – одно, мутное после шторма или глянцево-неподвижное в послеполуденном мареве. Опасное, отнимающими силы волнами и надежное, теплыми заводями мелководий. Пугающее, уходящими в бездну подводными обрывами кородага и уютное. За водоросляными островками, выступающими на поверхность скалы огромных камней. И такое, и сякое, влекущее, ожидаемое, но одно. Заморские страны и глубоководные чудовища – это совсем для малышей. Но для тебя, уже познавший гибкую радость тела, парение над бездной и пульсирующие взрывы плоти от касания с ледяными природными течениями в тенистых подводных гротах – это уже вызов. Шалый, дерзкий вызов. Полной радости. Как воздушный шар. Или даже как мячик. Упругий мячик – приключение. Шар приключения. Плоскости, ломанные линии, штрихи, закорючки – целые планеты приключения. Бывают дни, когда вдруг начинают резать глаз и даже раздражать бетонные сваи заброшенного старого причала. Ржавые островы Эллингов. Даже такие привычные урны по дороге вдоль пляжа. Раздражает необлезлая ветхость. Раздражает неестественность. Куда лучше смотрелись бы деревянные палубы настилов. Гравийные дорожки вместо асфальтовых. И паруса вместо копоти катеров и радужных разводов на воде у действующего причала морских трамвайчиков. Ах, паруса! Мечта, вибрирующая между грот мачтой и гиком. Мечта, наполненная ветром бесконечного путешествия. Когда-нибудь ты сможешь управляться со всем этим одна. А пока, под слегка насмешливыми и немного высокомерными, свойственными всем мужчинам взглядами отца и его друзей, ты пытаешься намотать упрямый, как сто чертей, шкод на утку, больно стирая пальцы. Море не виновата. Море всегда с тобой. Ни вокруг, ни около. Именно с тобой. И не надоедает. Но когда что-то всегда... Правда ведь хочется, чтобы иногда становилось не так. Не для такого Бог сотворил горы. Можно, раздувая щеки, кричать, что бутафорию южного берега Крыма и горами-то назвать язык не повернется. Но это кому как. Если тебе тринадцать, и заряда внутреннего аккумулятора хватит, кажется, еще на тысячу лет, и ты не просто хочешь попасть на вершину, а залезть туда самым трудным, практически невозможным маршрутом, то это горы. А горы, в отличие от моря, это то, что никогда не с тобой. Готов ты к этому или нет, но, соприкоснувшись, ты сразу знаешь, по тебе это или нет. Это тот редкий случай, когда люди безо всяких приближений, притянутых статистикой фактов, делятся на две половины. Тех, кто больше никогда, и тех, кто, даже если больше никогда, то лучше гор могут быть только горы. Чтобы узнать это, не обязательно оказаться на пике Крымской горы, похожей на огромную сопку, с торчащим где-то у вершины, как высунутый язык утесом. Достаточно набравшись терпения, полдня тащиться по пыльным холмистым склонам, обдирая ноги о верблюжьей колючке и проклиная свою бредовую самонадеятельность. Добравшись, понять, что обогнув язык с другой стороны, ты без труда по натоптанной тропе поднимешься к самой вершине, как все. Поняв это, оценить пятнадцати-двадцатиметровый подъем по почти отвесной скале и, найдя единственную возможность подтянуться до первого уступа, прильнуть к равнодушному камню и оторваться от земли. Но это еще не все. До момента истины три-четыре метра подъема. Они проходят на азарте и на особенностях подножья. Но вот где-то там, когда понимаешь, что ноги – это уже не просто условие твоего равновесия, а странный инструмент выживания, что угол наклона скалы иногда становится отрицательным, а продолжение пути невозможно, потому что ты просто не видишь следующей надежной опоры, вот теперь, теперь пришла пора ощутить всю полноту, с которой с колена тебя наплевать. Ей все равно, оседлаешь ты ее пик или будешь валяться там внизу, на осыпи осколков древнего, как окаменевшие раковины моллюсков гранита. Ни вода, ни ветер, ничто, созданное Богом на этой планете, не останется столь равнодушно безответным к тебе. Решай. Сделай, пожалуйста, так, чтобы я знала, где ты и что. Мам, я вон на той горке была. Ты меня даже из поселка могла видеть. Пропадаешь целыми днями черт знает где. Дима вон обижается. Ничего он не обижается, что ты выдумываешь? Ничего не выдумываю. Вчера весь день спрашивала и глазами все по сторонам косил. Мам, он маленький. А ты у нас что, старуха, что ли, древняя уже? Я, может, и не взрослая, но он точно маленький. Все, отстань от старухи, смеясь, вмешивается отец. Они к своим годам, знаешь, какие вредные становятся, не переспоришь. Короче, ты поняла, чтобы я знала? Ладно, ладно. Неладно, ладно. Все, поняла. Мы в новый свет завтра все вместе. Мам, я не хочу. И Дима тоже. Да что ты пристала ко мне со своим Димой? Я тебе сейчас пристану, хамка. Все, не трогай ее. Пусть остается. Отец хоть и защищает, но в тоне проскакивают нотки обиды. Вовка тоже не едет. Приглядит, если что. Ага. За ним бы кто приглядел. Не начинай. За первую неделю все окрестные скалы, подозрительные осыпи и расщелины были обследованы с дотошностью Паганеля, рассудительностью капитана Гранта и одержимостью его детей. Море не ревновало. Когда вам изредка удается побыть просто вдвоем. Пять-десять минут перед сном, спрятавшись в чернильной тени декораций персикового сада. Выскочив из желтого облака, освещенного одной лампочкой террасы, из трескучего роя ночных бабочек вы шепчетесь и глотаете ночь. Не печальную и бесконечную, как дома, а такую же, бутафорскую, как и крымские горы, ночь. Ночь, где небо исполняет не ведущую партию, а является скорее фоном, драпировкой для запахов и звуков. Ты поосторожней там, юный альпинист. Пап, а то ты не знаешь. Я-то знаю. И ты, может быть, знаешь. Но до конца не понимаешь. К этим реликтам, отец машет рукой в сторону рваного контура вершины кородага, еле заметного на фоне все более чернеющего неба, подход надо иметь. Никогда, запомни, никогда не считай надежным ни один камень здесь, ни одну скалу. Забьешь костыль, а она, может, только на этой последней спайке и держалась. Пап, я не пользуюсь и не собираюсь пользоваться никакими специальными приспособлениями. Ты же сам говорил, надо самому, это естественно. А если естественно не получается, значит, нечего там человеку и делать. Естественно, неестественно. А пока семь раз не проверишь, не опирайся. Я знаю, не волнуйся, знает она. Знать мало. Горает равнодушный хищник. Захочет, пропустит. Захочет, убьет. Не потому что враг, а потому что наплевать. Это бесконечный испокон веков тихая и неумолимая война неорганики с органикой. И на этой войне ни на секунду нельзя расслабляться. Я сама хищник. Сопля ты зеленая. И единственная моя дочь по совместительству. И, к слову, живой хищник из плоти и крови – это одно. А камень – это, как тебе объяснить, совсем другой ритм жизни. Он живой, конечно, как и все во Вселенной. Но нам, людям, проще понять и принять смерть, чем постичь восприятие мира камнем. Даже приблизительно. Понимаешь, о чем я? О том, что в данном случае близкое, понятное и привычное по форме бесконечно чуждо по содержанию, бескрайне далеко по ритму и чуть ли не противоположно по мироощущению. Вот что такое камень? Ладно. Пойдем спать. Ты правда не хочешь с нами завтра в новый свет? Там бухты, загляденье. Не обижайся, па. Я с тобой хочу везде и всегда. Просто надо еще кое-что разведать. Ладно. Разведчик хренов. Бурчит отец, обнимает за плечи и целует висок. Зато три верблюда с ее коварными полированными боками и неожиданными сливыми ложбинами, вымоенными и обрывами, была обработана в день подхода все вместе на пляж Лисьей. Три верблюда — это местное название характерной трехгорбой горы в Лисьей бухте. Тогда неожиданно налетевший шторм посадил на трезубец горы густую на электролизованную шапку водяных паров. Это была феерия, кульминация путешествия, взрыв за спиной кизилового куста, в который попала молния, безумный, бесшабашный спуск по глинистой ложбине в потоках бурлящей воды, как на горных лыжах, и море, принявшее в объятия вскипевшее от шторма теплое, как парное молоко водой. Вспышки, блеск, рокот, запах паленого дерева и озона, стремительное скольжение, внезапный простор безопасности и горизонта, и горячая массажная ванна в сполохах желто-зеленых солнечных лучей, струях песка и хлопьях пены. О, боги-боги! Зачем вы дали людям что-то большее? В новый свет вся компания срывается рано, часов в семь. Прихворнувший Вовка, следуя материнской логике, будет болеть до обеда, потом пойдет лечиться, чтобы к вечеру разболеться окончательно, но это не важно. Пару дней назад запланированная разведка так бередит солнечное сплетение, что уже с шести утра ты ешь на завтрак что положено, моешь в рукомойнике стаканы и толстые бутылки из подряженки на обмен, застилаешь постель, более или менее складываешь разбросанные по всей комнате и террасе вещи. И вот, наконец, последняя материна «Смотри у меня!» — странный взгляд отца и блаженная тишина. «Смотри у меня!» — миг перехода от всех к себе. Это... это как... вот хочется то ожерелье с развала на пристани за 2,50, но у нас бюджет. А оно такое... такое... не то чтобы... там много таких, одинаково разных, но это твое. Ты уже и клянчила, и злилась. Использовала и шантаж, и подхлимаш, но... бюджет. Железобетонный, как сваи старого пирса. Бюджет. Ты уже и забыла, и вдруг раз... пять рублей. Аккуратно свернутые в четверо, явно неловко выпавшие у кого-то из-за поясной заначки, на дорожке к столовой с запахами свежей запеканки с изюмом. Захватывает дух, скоропостишно умирает гражданская совесть, и воскресшая на третий день мечта заставляет затаиться и смаковать, смаковать великую удачу. Позже, месяцами, как гопсек, ты достаешь свое сокровище погулять. А клемавшаяся от литургического сна совесть не подпускает к последней радости удачи поделиться даже с отцом. Так и сейчас величественная старая тетка удачи дождалась своего часа, сбросила, наконец, всех нее ритуально-старомодные наряды и обнаружила вдруг себя маленьким и в то же время непогодам мудрым зверьком, задорным, но целеустремленным, смешливым, но полным планов действий. Как можно не затаиться в такой момент, откусив первый кусочек свежей чурчхеллы, не повалять его языком во рту, смакуя и растягивая, потихоньку подбираясь к ядрушку фундука. Когда орешек освободится от последнего желатина, покатать его справа налево, решая, и, наконец, раскусить. Одну половинку спрятать в защечный мешочек, а вторую медленно разжевать, ощущая всеми рецепторами, как близки вкусы всего естественного. Как сейчас виноградного сока и лесного ореха, а впереди еще целая гирлянда ореховых ядрышек на нитке, слитых воедино малиновой вязкостью виноградного каучука. Вечность иногда имеет такие простые воплощения. Не сама та скала так привлекла внимание два дня назад. Сколько раз уже во внутреннем календарике ставилась пометка «Не забыть», когда странный даже по крымским меркам утес, именуемый местными под водочку пиком Ленина, мелькал за окошком рейсового автобуса или такси. Только подходы сдерживали и заставляли откладывать разведку до следующего «Не забыть». Естественные походы – это очень важно. Не менее важно, чем сама разведка. А к пику Ленина, окруженному с разных сторон виноградниками, можно было подобраться только по шоссе, разумеется, асфальтовому, где-то с километр от поселковой площади. Но был брошен вызов. Тогда с площади между почтой и столовой было хорошо видно, как по гребню утюса поднимались в связки четверо альпинистов, именно альпинистов. Никто и никогда не назовет альпинистов юного сорванца, лазающего по окрестным скалам и расщелинам. Но если тот же сорванец делает все это с помощью приспособлений, кто-то стремится к, а кто-то от. Еще одна, кстати, самодостаточная градация человечества на половинке. Вызов был принят. И старая тетка Удача, обернувшись, впрочем, как обычно, совсем не тем, что они обычно думают, предоставила время для дуэли. Если, топая по асфальтовой дороге, смотреть не себе под ноги, а на раскинувшиеся по обе стороны трапеции треугольники виноградников, то можно совсем не вспоминать о том, что люди делают с красотой планеты обетованной. Невспоминание очень способствует совершенно неповторимый аромат сухой прелости, свойственный исключительно прибрежным областям Южного Крыма. Ближе к морю нотки лакост, чуть глубже в материк пряности от Шанель. И только здесь, в двух-трех километрах от прибоя, в камерных долинах запахи смешиваются безупречно и рационально. Прохлада утреннего бриза, пронзенная закипающей яростью нового солнца. Безумная яркость, не нарушающая покоя. Шоссе как не бывало. Ноги, соскучившись от однообразия горизонтального хода, с бугорка на бугорок переносят на электролизованное утренним воздухом тело через сопку к подножию зуба. Почему пик? Скорее, именно зуб. Или обломок широкого клинка. Наконичник из калибура, замурованного в земной тверде вверх тормашками. У подножья колотые, местами треснутые пополам плоские глыбы. По ним легко. Это уже не земля. Уютные формы обманчивы. Светло-серый отлив каменных боков искусно маскирует трещины и неустойчивость отдельных выступов. Выше темнее. Или это просто тень солнца, оставшегося с другой стороны. Обратная сторона света. Ты рыщешь взглядом, уже привычно прощупывая невидимые лишенному радости вызова полки и трещины. Альпинисты шли по гребню. Их можно понять. Там всем их приспособлением найдется работа. Но ползти по кромке форпосту горы в борьбе со стихиями наиболее ветхому без страховок нет уж. Только дураки могут думать, что здравый смысл противоречит романтике. Хорошо отец научил никогда не отправляться в скалы, одетые по пляжному. Свободные джинсы, куртка, ботинки. С подошвой, которая в состоянии уберечь ступню от остроугольного камня, но при этом достаточно эластичной, чтобы чувствовать, что у тебя под ногами. Надо же. А зуб-то болен. Из поселка этого не видно. Длинная трещина расколола все образование снизу доверху. Ну, может, не доверху. Там посмотрим. Уклон терпимый. Взрослому, конечно, было бы тяжеловато, но тебе, скрученной в спираль готовности, легко. Как паучок, всеми лапками фиксируя тело враспор, отдыхая каждые два-три метра подъема, ты пробираешься по влажной и прохладной еще с ночи расщелине вверх, мечтая лишь об одном, чтобы концом стала вершина. За очередным изгибом разлом вдруг распахивается, и тебя ослепляет горячим всплеском уже высоко поднявшегося солнца. Нет, это еще не вершина. Выглядываешь, цепляясь руками и прильнув телом к нагретому камню. Над головой метра два с половиной, может, три идеально гладкой отвесной скалы. Это нужно обдумать. Неудача здесь, значит, надо искать другой путь. А сегодня, сейчас, не хватит на это времени. Одно дело для одного времени, по-другому это уже другое дело. Так что надо осмотреться повнимательнее. Вертясь в узкой расщелине, устраиваешься враспор спиной и ногами, полусидя, при этом на пятачке размером чуть больше чайного блюдца, еще раз благодаришь отца, крепкая джинса принимает на себя все колкости и укусы камня, не желающего мириться с теплокровным соседом в своих недрах. Долго засиживаться нельзя. Солнце и ветер, играючи, быстро и незаметно заберут силы, а их всегда должно оставаться с запасом. Любой знает, спуск тяжелее подъема. Глоток воды из фляги, что болтается на тесемке за спиной. Взгляд вниз, с высоты седьмого этажа, и ты видишь у подножья отвесной скалы особь крупных осколков, похоронивших под собой добрую часть кустарника. Ничто не вечно. Под дождями, ветрами и палящим солнцем доспехи горы трескаются, отслаиваются и обрушиваются вниз. Роза ветров определила именно эту сторону, как наиболее подверженную стихиям, смотрящую на море. Поселок как на ладони. Наверху кромка верхней площадки, заветная вершина. Практически рукой подать. Неужели никакой возможности? Так не бывает. Вывернув голову чуть не наизнанку, чтобы осмотреть ту часть стены, в которую упираешься спиной, вдруг обнаруживаешь длинную, узкую, шириной всего в ладонь полку. Вот почему-то ее сразу не заметила, устроилась бы наоборот. И тут же все было ясно, что дальше. Полка, полуга идет на подъем. Пара метров мелких в полуботинках шажков, влипнув в стену, и можно будет зацепиться первыми фалангами пальцев за край площадки. А это значит все, ты на вершине. Первая попытка выйти на полку приносит укол страха. Неудачный угол расщелины требует от тела совершить какой-то невообразимый изгиб, а брошенный взгляд на ощерившуюся особь у подножья в какой-то момент сковывает и не дает проскочить момент истины. Отдышаться, расслабиться, стать безразличным, как глыба, внутри которой ты сам. Страх, как неожиданный шквал, его нужно пропустить, ослабив шкод, но не меняя курса. Не рыскай по ветру. Так больше шансов, что следующий шквал застанет тебя врасплох. Чувствуй парус. Половина тебя гибкая и упругая, как он. Вторая половина — это румпель, упрямый, несгибаемый, но точный, как осциллограф. Я стараюсь. К черту старанье! Ты пират всех морей! Чувствуй! Не кричи, я их вижу! Не всякий шквал обнаружит себя рябью. Ветер, как леопард. Иногда он тихо и беспощадно бросается на тебя сверху скалы. Со скалы. Господи, даже не думать. Нет никакой скалы. Есть стена. А на всякую стену можно влезть. Со второй попытки тело мокрым газетным листом пристает к стене. Не успевший к звонку, страх тенью огромной птицы по ветру уносит прочь. Первый неглубокий вдох. Левая щека быстро нагревается от камня. Чертова клепаная пуговица на куртке больно давит чуть выше солнечного сплетения. Нужно отпустить край расщелины и сделать первый шажок. Пальцы левой руки с неохотой разжимаются, и ладонь скользит по шершавые поверхности чуть вверх. Правая ступня, чуть ерзая, начинает по сантиметру двигаться вдоль полки. Дьявольские пуговицы. Кажется, их скрежет, может разбудить не только гору, но и больного Вовчика где-то там внизу. Сантиметр. Еще сантиметр. И еще. Еще немного, и ты сравняешься по скорости жизни с камнем. Время растворяется в шершавых порах скалы и ветре. Кажется, кто-то огромный, мягкими пальцами тянет тебя, как подложку из-под переводной картинки. А это нужно делать очень медленно и очень осторожно. Пот течет по желобку позвоночника. Когда мысли уже готовы вернуться и захватить над тобой власть, кончики пальцев правой руки вдруг соскальзывают с бесконечной плоскости в захват. Немного подтягиваешься, еще продвигаешься вдоль стены, и вот уже и вторая рука, подтянувшись вверх, нащупывает край. Полный захват. Подтянуться, закинуть левую ногу, еще подтянуться, рывок и перекат, но осторожно. Через паузу. Бывает, что долгожданная площадка оказывается узким гребнем, обрывающимся в пропасть с другой стороны. На этот раз стол размером примерно с кухонного брата. Можно лечь, раскинуть руки, и до краев еще немного остается. Совсем немного. Пару глотков воды и лежать. Лежать, закрыв глаза косынкой от жгучего солнца, и слушать, как успокаиваются и растягиваются в неге перенапряженные мышцы. Можно даже подпустить поближе старого дрему, но не ближе, чем он сможет овладеть тобой. Заснуть, не имея веревок, чтобы привязать себя к безопасному месту? Лучше уж сразу прыгнуть вниз головой. Спасибо отцу за науку. Лежать. Лежать в безмятежном покое парения. Без мыслей, без чувств. Человек с закрытыми глазами не под властиной эйфорией, потому что она носится вокруг, и голосами чай кричит «Посмотри, посмотри, посмотри!» и шелестит бесплотными губами ветра. «Пусти меня! Открой глаза! Пусти меня!» Открыть глаза значит тут же оказаться в центре мира, с чувством необъятности, переполняющем сердце. Мгновенно на вдохе впитав в себя сферу бытия, ты возвращаешься в тело, и уже на выдохе снова начинаешь воспринимать звуки, запахи, отдельные домики на склонах, лекала рисунков, что пишут ветер и течения на грунтованном холсте моря. Где-то к четырем. Жара достигает предела, хотя здесь, наверху, этого не так чувствуешь. Но уже понятно, она вот-вот начнет отступление. Еще есть немного времени, сидя по-турецки и поискать глазами наш дом в поселке. Площадь с большой клумбой в центре видно сразу, и Кипарисову аллею перед колоннадой корпуса пансионата, и белые стены открытого кинотеатра, и даже кусочек пирса. И, конечно, безграничное сияющее черное море, почти белое, там, где сливается с небом, безо всяких линий. И вдруг ты болезненно начинаешь скучать по нему. Такое близкое, но вдруг начинает казаться безумно далеким, просто невозможным. Как здорово было бы сейчас наблюдать за собственной тенью, скользящей по рябым дюнам прозрачного царства воды и света. Море единственное позволяет тебе парить. Жаль, что сегодня, сейчас уже не успеть. Время — странная субстанция. Облепив скрученное в спираль готовности тело, оно консервирует свое течение внутри. Но там, во внешнем мире, бесится и летит во все стороны, путая направления, отставая и наверстывая стократно. В этих вихрях рождается и умирает наше «сейчас» и наше «потом». Но всегда что-нибудь остается. Всегда. Наверное, всегда — это просто еще. Странный свист отвлекает от мыслей, заставляет среагировать поворотом головы. Чайка. Так близко. Видно, как вибрируют жесткие перья крыла в упругом потоке ветра. Принеслась откуда-то и зависла в парении на уровне твоих глаз. Это море присылает своих гонцов. Тоска отступает, и ты начинаешь любить сильнее этих глупых и неразборчивых птиц. Кому пришло в голову назвать их глупыми и неразборчивыми? Появляется еще одна и третья чуть в стороне. Та, что ближе, первая, слегка наклонив голову, неотрывно смотрит. Почему? 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 Потому что. Расправив косынку, ты поднимаешь ее над головой, как флаг. Так, птицы без испуга, как будто запрограммировано, смещаются чуть дальше в плоскости парения. Ни одного движения, как им это удается. Хочется вскочить и нарушить эту безупречную геометрическую модель первобытным криком. Но нельзя, площадка слишком мала. Краулищая где-то рядом в смешении плоскостей шквал леопардом кинется на зазевавшуюся по неопытности жертву. Громко хлопнет по куртке, напугает, заставит совершить неловкое движение. Салют, салют, все еще плывущим в неподвижности птицам. Но надо собираться обратно. Немного воды, все проверить, перешнуровать ботинки и в обратном порядке. Спустить ногу, вторую, через колено, с подмышек на предплечье и, повиснув на пальцах, тянуть носок левой ноги в поисках опоры. Еще немного. В готовности чуть-чуть начинаешь ослаблять захват, но опоры нет. Склонив голову, видишь полку, но заглянуть через плечо за спину, чтобы понять, сколько осталось тянуться, нет никакой возможности. Пальцы автоматически впиваются в край площадки и руки подтягивают тело вверх, назад. В чем дело? Чуть отдышавшись, снова виснешь вдоль стены и тянешься, тянешься. Нет. До полки наверняка каких-нибудь пара-тройка сантиметров. Ты знаешь это. Но не видишь, не чувствуешь. Просто нужно отпустить руки и скользнуть по стене, чуть-чуть упасть. Три сантиметра полета в пропасть. Миг, полмига, одна восьмая. Опора неожиданно ударит снизу. Как отреагирует тело? Горячим гейзером волна из солнечного сплетения снова выбрасывает обратно на площадку. Дыхание сбито, волосы под косынкой топорщатся от мелкой дрожи. Сердце, скованное обручем первобытного страха, бешено колотится. Край солнца касается далекой гряды. Не хватало еще застрять здесь, элементарно истратив все силы на нерешительность. Еще одна попытка. Никак. Это невозможно. Невозможно. Невозможно заставить себя отпустить последнюю опору. Прыжок в пропасть по доброй воле? Но это всего три сантиметра. Да хоть три километра. Какая разница? Низ живота начинает неприятно крутить. Руки холодны. Нужно отдохнуть. Лучше всего на животе. Так не заснешь. Еще 10-15 минут и солнце уйдет. Останется только ветер. А ветер – это усталость. Быстрая и неизбежная. Застегнуть куртку до конца, поднять воротник. Руки под себя, ближе к животу. Внутреннее тепло надо сохранить. Пока отдыхаешь, а потом… Потом нужно спокойно принять то, что прыжок совершить придется. Видимо, это какая-то особенность человеческого тела. Рвущееся к вершинам, оно становится длиннее на три сантиметра своего стремления. Отступая же, группируется в своих законченных опасениях. Уговорить его, что стремления бывают разных направлений? Нет, не уговаривается. Тысячи поколений предков формировали для тебя этот чертов ген, приспосабливаясь к гравитации собственного дома. Чайки пропали. Наверное, вернулись домой. Чтобы с зеркальной глади спокойного сегодня воре наблюдать уходящий день. Солнце, хватаясь лучами, за край земли тянет его на себя, как одеяло. А глупые неразбурчивые птицы уходят все дальше и дальше к горизонту, чтобы оттянуть момент расставания со светом. Но эта игра не бесконечна. В какой-то момент одеяло поддается и накрывает уставшее солнце с головой. Тогда птица неохотно поднимается с воды и возвращается к прибрежным скалам, теплым мелководьям, опустевшим пляжем, чтобы перекусить, чем Бог послал, и обсудить дела прошлой и грядущей. Мысли о бесконечном море и птицах не приносят покоя, но дают возможность отдохнуть. Долго нельзя, становится прохладно. Все, что не отнимет ветер, заберет свои параллельные измерения скала. Нужно подниматься. Камень остывает медленно. Но это обманчивое тепло. Тепло-приманка. Ловушка, расставленная одной формой жизни для незадачливых путников другой. Размять кисти, подвигать ступнями. Воды, пара глотков, один оставить, мало ли. Похоже, ветер меняет направление. Гулявшись за день по окрестным хребтам и заливам, теперь он затяжными раскатами трубача задувает в долину пыль и запахи с внутренних равнин. Это хорошо. При спуске скала прикроет. Нельзя, 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 нельзя бесконечно висеть над пропастью. Нельзя ждать. Нельзя умирать. Снова площадка. Леопарды шквалов уже не скрываясь, с рычанием бросаются на вершину. Ночь. Эта бутафорская ночь тяжелым камнепадом заваливает последние прорехи света в пространстве. В поселке светятся окна, террасы и фонари. Кажется, даже продираются сквозь ветер какие-то звуки. Уютные, радостные, домашние. Еще холодает. Это плохо. Очень плохо. Наверное, из внутренних равнин пришел циклон. Только бы не дождь. Звезд не видно. Все вокруг заливает чернотой. Если пойдет дождь, конец. Если пойдет дождь, пошел дождь. Невидимая морость обволакивает все вокруг скользкой пылью. Это последний шанс. Пока теплый камень еще в состоянии впитывать и испарять влагу. Снова у точки невозврата. А за ней бесконечное трехсантиметровое падение в бездну. А вдруг полка скользкая. Только бы ноги не испугались удара. И руки. Не скрести пальцами. Непроизвольное, неконтролируемое сокращение даже самой маленькой мышцы может оттолкнуть от стены. Тогда действительно бесконечный полет. Куда? В прошлое? В будущее? Плевать. Плевать на все. Как всему. Но плевать на тебя. Даже морю. Присылать гонцов. Глупость какая. Зачем? Если не осталось больше ничего. Бездумно, безвольно, в отчаянную черноту ночи ведет тебя твое стремление. Пальцы разжимаются. Знакомый свист за спиной. Мелькает чуть склоненная в бок маленькая головка и круглый, не мигающий глаз. Почему, почему, почему? Падение. Необъятный, распространяющийся во все стороны Вселенной шелест пуховых перин. Приятное тепло в основании шеи. Это касание. Так отец, думая, что ты спишь, обхватывает затылок своей огромной ладонью. Падение. Абсолютная тишина. Идеально белая матовая колонна. Верхняя часть неровно сломана и выглядит, как надкушенный бисквит. Орел красиво парит вокруг, описывая круги в одной плоскости. Он имеет что-то общее с колонной и пространством. Тридцать девять секунд полета. Падение. Тьма клубами заволакивает колонну. Орел стремительно увеличивается в размерах, налетает. Его бездонный глаз без зрачка закрывает собой все. На миг вспыхивает полосками далеких огней ночь. На границе всего слышен оглушающий пронзительный крик. Парение. Ну что ты с ней будешь делать? Окна все нараспашку, теперь полночи комаров выгонять. Тише. Разбудишь. Как же, спит она. Правда спит, странно. Лоб горячий. Закрой окна, чего ты стоишь? Может разбудить, таблетку дать или... Не надо. Раз спит, значит все нормально. У тебя всегда все нормально. Что тут под ногами, не пойму. Перья. И здесь на подоконнике тоже. Слава богу. Хоть на море была, а не по своим верхотурам карабкалась. Это ты ее разбаловал. Учишь не пойми чему. А у меня уже нервов не хватает каждый день думать, вдруг сорвется или... Странно. Зачем ей столько перьев? И на море вроде не собиралась. Охотником теперь твоя дочь заделалась. На чаек, господи. Если она еще чем-нибудь выдумает, я с ума сойду. Может все-таки разбудить? Нет. Лучше накрой. Если простыла, за ночь спотом все выйдет. Вот и будешь сам к ней всю ночь бегать, накрывать. Лекарь доморощенный. А мы что, жить сегодня торопимся? Знаешь что? Знаю, знаю. Все знаю. Пойдем на улицу по стаканчику. Холодно. Эта секилявка, небось, до ночи торчала в своих пиратских бухтах. И вот результат. Я тебе одеяло захвачу. Пойдем. Пусть спит. Завтра с ней поговорю. Ты бы лучше поговорил, чтобы оторвы не росла и не болталась по вечерам в одной курточке в такой... Ветер. Годом позже случилось что-то невероятное. Тот самый больной Вовка, для друзей Макс, был как раз самый что ни на есть здоровый. Высокий, широкоплечий. Это он читал оригинального чейза. Заводил всех на пульку, партию в преферанс. Обожал охоту, рыбалку и разведки. Геолог. Не из тех, что поближе к тушенке держится, как говорил отец, а настоящий. Будучи научным руководителем по изысканию чего-то там, в недрах необъятной родины, он каждый год возглавлял партию отпетых камеральщиков, в компании которых и проводил с удовольствием время своей необузданной жизни то на берегах подкаменной Тунгуски, то среди козылкумских барханов. Его знаменитая «Кто не пел с нами, должен еще доказать свою порядочность» стала не просто притчей во языцах разношерстных компаний, но и в своем роде кредо, даже гимном крепких, живущих, работающих и выпивающих в свое удовольствие мужчин. В общем, долго сказка сказывается, да быстро дело сделалось. Когда Макс, Владимир Максимович, предложил кое-кому из своих друзей, в том числе и отцу, разделить очередные тяготы и лишения полевой жизни в виде свадьбы его ташкентского друга, рыбалки, на Балхаше и еще всякого разного по дороге, уговаривать никого не пришлось. Отец вообще на подъем никогда не задерживался. «Мама поворчала, конечно, для порядка, ну, куда? Ты здоровый взрослый мужик, а она девочка, за тридевять земель, мужская компания и все такое, но вольный дух странствий – это вам не какая-нибудь там вшивая героиновая зависимость. Чтобы остановить, надо убить, а убивать мама никого не хотела, так что хватай мешки, вокзал отходит, в смысле аэропорт. Следующая остановка – Ташкент, база геолого-разведочной партии и… «Гамак». «Между двух стволов огромного грецкого ореха. Гора арбузов. Крепкие и умные мужчины, которым и хочешь чем-то помочь, да не успеваешь. Арыки, любящие лукавые глаза отца. Казан плова на свадьбе в двух кварталах от базы. В такой, наверное, царь гороха и прыгал, когда хотел омолодиться. Туда с десяток этих царей влезла бы и крышка бы закрылась. А что за пряный дух? Не от плова, нет. От него, конечно, тоже. От всего. От сазанов и толстолобиков на рыбном базаре, распятых, как телята. От сахарной сердцевины арбуза, сорванного прямо на бахче и сломанного отцом об колено. Остальное не ешь, здесь так не принято. От сухой с виду на такой же выродящей земли виноградников и персиковых садов. От ковров в чайханах, где мужчины разливают водку в пиалы из фарфоровых чайников. От сочащегося битумом асфальта, от брезентового тента на биваке, от раскаленных скатов шестьдесят шестого, от блинов, которые на сорокоградусной жаре на костре жарят все по очереди, потому что кое-кто забыл погрузить на базе газовый баллон. Первый переезд. Ахангаранская долина. Какое-то крупное месторождение. Ангрен. Ангренское угольное месторождение. Отец говорит, что на староперсидском языке это означает «долина смерти». Наверняка здесь в древности из-за выхода на поверхность угольных газов гибло много путешественников по шелковому пути. «Долина уютная. Останавливались передохнуть, а поутру просыпались не все», — тут же добавляет Владимир Максимович. «Все-таки умные образованные мужчины — это вещь. Когда все, что ты знаешь о крупных месторождениях, это условное обозначение в атласах на уроках географии, то слово «крупные» как-то притирается, бледнеет, сжимается до обычного размера. А вот когда перед тобой открывается картина кратера, в которой когда-то упало что-то не меньше луны, вот тогда и обретают явный смысл все эти крупные месторождения открытым способом. А когда при спуске по карьерному серпантину навстречу 66-му поднимается 220-тонный белаз, ощущение такое, что ты сидишь на табуретке посреди взлетной полосы, а на тебя выруливает аэробус. 66-й по сравнению с этим моторизированным домом, как детская машинка с педалями из детского мира рядом с КамАЗом, ну или что-то вроде того. Мужчины с кем-то разговаривают. Вокруг блеск, пыль, рокот. Потом сто метров под землю в дребезжащей железной клетке в касках с фонарями и с тяжелыми аккумуляторами на лямке через плечо. В норы огромных мышей. Пища богов не просто сделала их великанами, но и нарастила железные доспехи, какие-то клешни, валы, гусеницы. Минотавр умер бы от зависти и унижения, услышав в сводчатых черных коридорах их рык. Никуда не отходи. Никуда не отходить. Сто метров в бассейне, кролем на двадцать вздохов, а тут каждый метр над головой давит. Какой там отходить? Боишься дышать. Необъятное, черное, тяжелое и прекрасное царство земли. Господи! Да заплутать в керченских или одесских катакомбах было бы за счастье. И снова солнце, алчное и дарящее. Снежные шапки пиков Чаткальского хребта, и ты уже не веришь в царство Аида, планомерно изучаемые железными клешнями машин где-то глубоко под твоими ногами. Немного печенья, холодный чай из обшитой толстым войлоком армейской фляги. Макс подарил. Пользуйся, я себе еще сделаю. С утра воду клади, чтобы войлок пропитался и на солнце не оставляй. Всегда будет прохладный чай, поняла? Вечером в Чемкент, которые проскочили утром. Ужинать у друга Владимира Максимовича, владельца ресторана. Что-то ужасно вкусное, похожее на тонкие ломтики отварного телячьего языка, но во рту тает, как пустила, с неподражаемым тонким букетом пряностей. Хозяин с полчаса пытает мужчин на предмет угадать, из чего приготовлено. Никто не угадывает. Это утка, ребят, обычная утка. Я бы не поверил, если бы сам не готовил. Весь оставшийся вечер мужчина пытает хозяина с целью выведать рецепт. Тот вежлив, радушен, но не преклонен. Семейный рецепт, двести лет уж как, извините. Ко мне полгорода на это блюдо ходит. Ночуем у него же, в огромной квартире со множеством балконов и террас. Запахи карамели, дерева и старины. Седой от пыли шестьдесят шестую всю ночь скучает под окнами. Рано утром ненадолго в Кентау по делам. Дальше огибаем южные отроги Каратау и поднимаемся севернее, к пескам Муюнкум. Это песчаная пустыня на юге Казахстана. Базовый домик в поселке с поэтично звучащим названием Айгене. Мужчины говорят, что здесь задержимся суток на двое-трое. День-другой без резкой смены обстановки и впечатлений ты немного успокаиваешься. Мозаичные фрагменты ощущений, наблюдений и мыслей наконец-то складываются в более или менее законченную картину. Уже привычно не идти на поводу жажды, а удовлетворять ее маленькими глотками свежезаваренного горячего зеленого чая или из фляги. Взгляд обнаруживает странную особенность – отклоняться от прямой линии и заворачивать за отдаленные объекты. Тело наливается соком и какой-то непонятной силой. Откликаясь на зов пустыни, оно мгновенно включается в жизнь с первыми лучами солнца. В самом прямом смысле. Спишь-то ты все равно в спальнике, на крыше шестьдесят шестого. Зачем нужны эти дома с такими их неестественными кроватями? Спальник – другое дело. Зеленый брезентовый чехол с капюшоном. Внутри – кокон стеганого матраса. Потом еще один кокон – простыня, тоже с капюшоном. А дальше уже ты, получается, матрешка. Первый луч – легкое дуновение ветра и глаза распахиваются, не помня снов. Тебе вообще уже начинает казаться, что сны – это только для тех, кто не доживает наяву. Выкручиваешься из матрешки, встряхиваешь и раскладываешь освежиться простыню кокон, быстро спрыгиваешь на землю, пригрышню воды в лицо из рукомойника, свежую морковку из ящика около кухни, плотно зашнуровать кеды, обязательно с носками, так реже придется вытряхивать песок, шорты, косынку, флягу, приготовленного с вечера чая, и бежишь на зов. Километр-полтора – нужно успеть, это важно. Таким мир уже не будет весь день. Белесовато-желтые в утреннем свете барханы горками рассыпаны на глинистом плотном буром асфальте степи. Связанные между собой полумесяцами и острыми стрелками гребней – результат филигранной работы поземки. Они никого не ждут. Погруженные на рассвете в себя они неуютны. Но и не чужие. Ты выбираешь один, и, прислонившись к гладкому, как слоновая кость, стволу саксаула, замираешь вместе с новорожденным миром. С миром, который через твои глаза вновь с удивлением и радостью разглядывает сам себя. Ни шуршащие черепахи где-то у подножья, ни шелест редкого кустарника, только прозрачный тихий свет. Ты – свет и ветер. Ветер, который дует здесь постоянно. Не освежающий, но и не надоедающий. С ним просто смиряешься, как сила земного тяготения. Он не помогает, но и не мешает. Но он не безразличен, как скала. Скорости ваших с ним жизней, в отличие от камня, сопоставимы. Вам дано понять друг друга. Но ветер старше всех на этой земле и скуп на эмоции. За миллионы лет он привык разговаривать сам с собой, и ко всякому встречному поперечному ему уже нет охоты обращаться. Лишь в редкие дни, когда солнце переваливает за предел пикового зноя, где-то часам к четырем-пяти, вдруг безо всякой причины может наступить затишье. Настолько полное, что пустыню мгновенно охватывает марева зрительных иллюзий. Нет, это не миражи, идущих у кромки горизонта древних караванов, конечно. Просто воздух начинает слоиться, плоскости изгибаться. На миг повисает та самая звенящая тишина. Потом фоновый шум возвращается, но уже другим, сонным, как будто кто-то неловко тронул объектив, и картина звуков расплылась, расфокусировалась, оставаясь при этом узнаваемой. Вечерние барханы совсем другое. Пахнущие теплом, они больше походят на оранжевые куличики, которые, уставшие от стихийных битв титаны, оставили в песочнице, расходясь по домам. Главное, забраться с подветренной стороны, чтобы собственные следы не нарушили естественную геометрию линий и плоскостей, когда ты будешь, повернувшись лицом к заходящему солнцу, прощаться с миром. Даже такая простейшая вещь, как человеческие следы, в самом прямом смысле в состоянии испортить эту безупречную мизансцену. Что уж говорить о следах, оставляемых людьми в куда больших масштабах. На закате нужно сидеть, погрузив руки в теплый песок. Только так, на контрасте, ты не пропустишь, что начнет холодать. Тогда поднимаешься, скатываешься на ногах вниз, оглядываешься на испорченный следами склон, и бежишь обратно в поселок. Скоро ужин. Прежде чем нырнуть за деревья на окраине, еще раз останавливаешься и бросаешь взгляд на простор. Земля утомленная, но прекрасная, развалилась в колыбели небес. Вдалеке от роги Каратау в легкой дымке. Черные горы. Даже не верится, что мир когда-то мог быть недобрым. Водитель Леха говорит, что сейчас в подножьях самые грибы. Какие? Да как белые, но немного другие, более пористые, что ли, выцветшие. И собирать их надо до первых песчаных бурь. А потом что? Потом есть невозможно. Вся пустыня на зубах скрипит. Леха веселый, даже бравый. Вы сговариваете завтра после обеда, когда машина будет никому не нужна, отправиться в предгорье за грибами. Отец не будет возражать, только на кухне прибрать. Отец Лехе доверяет. А он нормальный, шебутной только. Все в бой рвется. А где твой крестик? Черт! 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 Бабушкин крестик! Обычный, медный. На тесьме завязан узелком. Бабушку еще совсем маленькая крестила ее мама, а потом бабушка отдала крестик своей дочери. Это наш семейный, носи. Мне уже ни к чему. А ты отдала его тебе. Ну, не совсем отдала, ты выпросила. Непонятно зачем. Просто так было нужно. Мама все равно его не носила. У нее был красивый, золотой, на тонкой цепочке. А у тебя после крещения серебряный, но... Мама ругалась. Носи тот, которым крестилась, но отдала. Потом она еще немного ругала, что ты таскаешь его на обычной, тонкой, кожаной тесемке. Потеряешь. А потом все стало, как стало. У мамы свой, а у тебя свой. Что же случилось? Может, тесьма от пота размякла и порвалась при неловком движении? Наверное. Но где? Где? Это же могло случиться где угодно. Где угодно. Угодно в пустыне. А там один песок. Песок, песок и песок. Нет. Не может быть. Этого просто не может быть. Чего это вы тут как в воду опущенные? Крестик он свой потерял? Крестик, это не беда. Не расстраивайся. Крестик, если он свой, вещь, конечно, нужная. Но без тебя это просто кусок металла. Да я не расстраиваюсь. Просто не верю, что он потерялся. Что должно появиться в твоей жизни, появится. Что должно уйти, уйдет. Вера здесь ни при чем. А что не должно уйти, останется? Однозначно. Оно не ушло. Я знаю. Ну, это славно. Знание – сила, а сила – это покой. Understand? Планы на следующий день меняются. Мужчины рано встают и уезжают куда-то по делам. Говорят, что вернутся только к вечеру. С грибами придется повременить. Отец просит приготовить ужин. Ты долго думаешь, что пропустить утренний зов или вечерний покой. Решаешь, что лучше все сначала приготовить, а ужин только разогреть. Тогда можно будет еще до обеда отправиться в пустыню и попробовать поискать крестик. Вдруг он все-таки упал не в песок, а где-нибудь по дороге. Шурпа – одно из самых любимых твоих коронных блюд. Плов вот у тебя не получается, он забияка, с ним нужно жестко, уверенно. Наверное, это больше мужские черты. И прав отец, когда говорит, что ни одна женщина не приготовит его так, как мужчина. Шурпа – она хоть и суп, но все равно женщина. Любит, чтобы с ней разговаривали долго, все объясняли, потакали. А женщина главное – терпение, невзирая ни на что, ни на время, ни на другие дела. Зато, когда она насытится твоим вниманием, можно, обложив ее мягкими подушками, спокойно оставить на время. У Макса лучше всех получается объяснять простые вещи. Оставив казан с шурпой томиться под двумя сложенными одеялами, ты уходишь в песке еще до полудня. Выражение «полуденный зной» не годится для пустыни. Зной он мягкий и удушливый, густой, пряный, жужжащий. Полдень же в пустыне яростен, в брызгах бликов среди теней или клякс среди бликов, кому как больше по вкусу, но все равно невозможно сосредоточиться. Крестик тусклый, ты давно собиралась его почистить зубным порошком. Тесемка посырела от пыли и пота, как можно разглядеть что-то подобное на фоне бурой, глинистой почвы или в песке, где, кажется, каждая крупинка отбрасывает свою маленькую тень. Три часа суетливой беготни среди барханов изматывают, затылок и шея превращаются в экран для раскаленного солнца проектора. Всплески поземки вызывают глухую ярость, ведь именно они могут бесследно и навсегда укрыть то, что ты ищешь. Усталость, блеск, ветер заставляет тебя найти хоть что-то похожее на уверенную тень, от ствола толстого сексаула или от изогнувшегося вопреки законам физики гребня бархана. Короткие глоткие сляги снимают стресс, но не приносят покоя. А в этом хаосе света и звуков оплотом может стать только покой. Ну, как его обрести? Что может указать верное направление в мозаике из тысячи тысяч похожих деталей? Ты все-таки пытаешься сосредоточиться на бесконечной фреске вокруг. Через какое-то время приходит ощущение некоторой закономерности и странным образом упрощает мир. Или мир упрощается и дает ощущение закономерности. Некоего законченного рисунка, полотна, орнамента. Как следствие, это делает тебя более равнодушной. Первый шаг к покою. Здесь главное не поддаться безразличию. Оно также далеко от покоя, как репродукция, далека от реального пейзажа, который художник густыми мазками любовно переносит на загрунтованный холст или картон. Безразличие опасно. Безразличие пустая ловушка смерти, ловушка, не требующая даже приманки. Время, время, растворенное мыслями и песками, оно превращает в песчинку и тебя. Свернувшись клубочком, ты засыпаешь. Это странный сон. Пестрая пелена дремлющего сознания и уютное соседство собственного тела, естественно, встроенного в узор бесконечного орнамента пустыни. Внезапный звон тишины. Ты рефлекторно взлетаешь на бархан и еще успеваешь впитать глазами первый миг, когда линии плоскости начинают ломаться и кривиться, стекать, как часы Дали с невидимых воздушных уступов. Сальвадор Дали постоянство памяти 1931 год холст масла музей современного искусства Нью-Йорк. Неожиданно освобожденный от постоянных оков ветра пустыня тает, тает и течет, подкрашенная первыми признаками оранжевой усталости солнца. Случись такое в блеске дня и это было бы дерзко, даже страшно, но на закате мир беззащитен. Ты инстинктивно пригибаешься и садишься, скрестив ноги, чтобы не пугать его, и он как будто в благодарность за понимание тонкости момента распахивает перед тобой шатер долгожданного покоя. Что тут скажешь? Разве словами этой вязью из паучков букв интонации пауз можно объять выдох удовлетворенной вселенной? Разве кто-нибудь будет против, когда время основа твоя рухнет и в мире напротив мы окажемся ты или я? Незаметно наблюдать мир и спокоя это совсем не то, что сосредотачиваться или медитировать. Отец вон все уши прожужжал этими своими медитациями. Сам сядет иногда где-нибудь в сторонке и не тронь не подойди, а потом много говорит, объясняет, описывает, только никакого покоя там нет, а здесь ни одного движения, ни веточка, ни травинка, ни шелохнется, ни птица не пролетит. Пески в мареве кажутся постаревшими, но так красиво постаревшими, благородно. и все одно, и солнце, и небеса, и горизонт, и гладкий ствол сексаула, и ты. Во вселенной всего движения только что легкий поворот твоей головы, просто, чтобы убедиться, что само движение еще есть, не ушло из мира навсегда. Все расплавлено, слито, сковано, воедино и живо, живо, в оцепенении. Но как не бывает живо никогда, и вдруг что это? Взмах крыла? Движение соседнего гребня? Почудилось. Нет. Вот еще раз. Да это же обрывок бумаги! Кувыркаясь в замершем древнем воздухе на время брошенной ветром пустыни, белый лист выскакивает на открытый пятачок между соседними барханами. Маленький пыльный смерчик. Высотой от силы метра полтора, поигрывая им, не спеша движется мимо тебя. Ты замираешь так, что, кажется, ток крови останавливается. Только бы не разрушить это чудо, не спугнуть. Странно, очень странно. Мозг пытается найти объяснение, как посреди неподвижного моря, воздуха и песка что-то может естественным образом так двигаться. Или кто-то. Но он же все-таки ветер. Завихрения, там всякие области давления, потоки. Еще пару мгновений миниатюрный смерчик, странное существо пустыни, скроется в песках. Эй! Всегда непроизвольный оклик, когда на бесконечных просторах вселенной встречается двое незнакомых живых. Пыльный столбик замирает и роняет бумажный клочок на землю. Ну вот, испугала. Не бойся одними глазами. Вы смотрите друг на друга. Вечность переворачивается вверх дном. Как будто что-то поняв, столбик пыли подхватывает оброненный лист и, сменив направление, начинает движение вокруг твоего бархана. Один круг, второй. Ты не шевелишься, а только медленно поворачиваешь голову, чтобы не терять его из вида. Ты откуда? Здесь живешь? А куда? Поиграть? А? А я вот просто сижу. Потеряла кое-что? Теперь просто сижу. Отдыхаю. Смерчик вновь замирает. Клочок бумаги плавно колышется на уровне его головы. Вдруг как будто опомнившись, он резко меняет направление движения и исчезает за соседним гребнем. Даже не попрощался. Ну и что? У него дела, да мало ли. Может, позвал кто-то из своих. Пыльный столбик вновь выныривает из-за бархана и останавливается. Нет, не убежал. Снова исчезает. И тут же через пару мгновений появляется. И так несколько раз. Что он делает? Белый клочок бумаги уже не плавно колышется, а нервно вздрагивает и подпрыгивает. Может, он чего-то хочет? Зовет куда-то. Точно. Он зовет за собой. Быстро вскакиваешь, еще не веря в то, что происходит, и, скатившись на ногах по песчаному склону, пробегаешь несколько метров. Смерчик уже далеко в стороне. Азарт омывает изнутри, и ты бежишь, бежишь, поддаваясь странной игре. Вдруг что-то проносится прямо перед лицом. От неожиданности ты останавливаешься, как вкопанная, почти пугаясь. Маленький вихрь вибрирует на месте в нескольких шагах от тебя. Обрывок бумажки неподвижно лежит на земле рядом с ним. В прозрачном, тягучем мареве, который уже больше походит на воду, ни единого движения. И Смерчик, этот невысокий столбик пыли, вращающейся вокруг своей оси, создает ощущение законченной неподвижной формы. Что дальше? Смерчик вдруг исчезает, просто прекращает кружение и рассыпается. Пыль медленно оседает на землю. Ты подходишь к месту, где он только что был, наклоняешься и не веришь своим глазам. Из-под бумажки выглядывает обрывок знакомой кожаной тесемки. На ней крестик тусклый медный, перехваченный узлом. Все-таки нашла? Да. Он сам вернулся, точнее, как бы тебе сказать, в общем, он и не терялся. Не терялся? Ну, я же говорила тебе, помнишь? Его, конечно, не было некоторое время со мной, но он не терялся, понимаешь? Не очень, если честно. По-вашему, ну, в смысле, как обычно, вещи теряются, а на самом деле нет. Ты меня пугаешь. Пап, ну, ты же ничего не боишься. Я не сказал, что боюсь, я сказал, пугаешь, в хорошем смысле. Когда взрослые люди, вроде меня, произносят такие слова, они на самом деле хотят сказать, что заметили что-то, что им вроде бы по душе, но при этом чувствуют, что до конца им этого не понять и не принять. А это пугает. Просто такое подходящее слово. Ладно. Ну, так где ты его потерял? В пустыне. Это не мудрено, но нашла-то ты его там же, как? Пап, если я тебе просто расскажу, ты подумаешь, что я все выдумала, а если поверишь, это тебя так напугает. С каких ты пор взялась надо мной издеваться, пап? Ладно. Не хочешь, не рассказывай. Нашла я хорошо. И спасибо за ужин. Еще теплый был, когда мы приехали. Только записку оставляй в следующий раз, если собираешься задержаться. Я не собиралась. Тем более. Кстати, Макс тебя за шурпу хвалил, что за ним обычно не водится. И что сказал? Сказал, что ты разобралась, что к чему. По вкусу видно. Так ведь он меня и учил. А тебе как? Я такой голодный был, что, наверное, из сырого барана бы съел. Понятно. А Макс-то сам где? Леха его в другой поселок повез, они там переночуют. Сказал по стратегическим вопросам. Это что значит? Ну, сама у него завтра спросишь. Он утром заедет, и двигаем дальше. Здесь все. А куда? Сначала в Джисказган, ненадолго, кстати, попаримся. Там у геологов баня хорошая. Потом решим. На Балхаш рыбачить или сначала на Байконур заскочим. Там Юрка сейчас. Не знаю, посмотрим. Крюк приличный, конечно. Я бы лучше Сайгаков погонял. А то мы на озере за неделю там от рыбы очертенеем. Так мы туда на целую неделю? Ну, около того. Здорово. Джисказган. В бане тяжело. Даже на нижнем полке. Отец посмеивается. Привыкай. Зачем? Между заходами в парную все отдыхают, на веранде завернувшись в простыни. Разговаривают мало, пьют зеленый чай. Ты не хочешь больше париться. Зря. С легкой обидой бросает отец и уходит. Все уходят. Макс остается. Я тебя научу. Тут все дело не в ощущениях, а в отношении. И не только в бане дело. Это общий принцип. Горькое, как правило, полезнее сладкого. Трудное, забавнее легкого. Недостижимое притягивает нас сильнее того, до чего рукой подать. Вот и баня. Это труд. Очищение. И не только для тела, кстати. Мы и так паримся каждый день. Это верно. Но мы делаем это как бы вынужденно. Неосознанно. Понимаешь? Мы здесь. А здесь жарко. И ничего не поделаешь. Нам жарко, но мы заняты делом. Но другим делом. Не самой жарой. Мы постоянно чем-то заняты. Поэтому, когда появляется возможность, нужно отдыхать. Я помню. Ну, вы сами говорили, Владимир Максимович. Правильно. Но отдых-то бывает разным. Как и усталость. Бывает, человеку нужно отдохнуть, и он совершает кругосветное путешествие на шлюпке размером с чемодан. Все кричат, что он псих и завидует. А бывает, другому человеку нужно что-то сделать. А он ложится на диванские по журналам в катера и яхты и думает, чего это такая усталость навалилась? И все ходят на цепочках и жалеют его. Но все всегда говорят, что идут в баню отдохнуть. Слушай их больше. Только плебеи думают, что баня – это отдых. Пьют, балагурят. Какой там отдых? В живых бы остаться. В жизни нет места отдыху. Прав был дедушка Ленин. Лучший отдых – это смена деятельности. Запомни. Так что живи, борись и бросай вызов. Да хоть и себе самой, если больше некому. В тебе это есть, я вижу. Ни в малом, ни в большом не останавливайся. Все стоит наших усилий. Даже осознанная жара. Поняла? Так что пойдем. Потренируем сердечную мышцу с озерцанием высоких температур наших сомнений. А она что, тренируется? Я ж тебе сказал. Нет ничего забавнее, полезнее и трудного. Ночуем в степи. Никто не хочет париться в домиках базы местной геологоразведки. Погода прекрасная. Ветер – теплый шелк. Небо – бесконечный ситец звезд. Мужчины, каждый себе, выбирают на глаз места поуютнее, куда ставят раскладушки. Кидают на них сверху тонкую овечью кашму, чтобы равномерно свисало по краям, потом уже спальник. Все, готово. Ни тарантул, ни фаланга, ни скорпион не побеспокоит ночью. Инстинкт самосохранения держит их подальше от запаха овечьей шерсти. Тысячелетняя история миграции копытных прошила в геноме этих насекомых страх быть втоптанными вечной песке. Засыпая на крыше шестьдесят шестого, ты видишь сквозь полусомкнутые веки только глубину за тюлем Млечного Пути. И мечтаешь, как было бы здорово полететь туда и найти что-то такое, что не описать, не пересказать, не предсказать, не объяснить. Но ни одной. А с тем, кто такой же, как ты, кто полетит, не задумываясь. С Максом. Нет ничего забавнее трудного. Ну и, похоже, нет ничего труднее простого. Тело, очистившееся в парной, отвьевшееся за несколько дней пыли, переизбытка солнечного ветра и впечатлений не видит снов до первого луча солнца. Тогда оно вздрагивает и вспархивает, как мотылек. Новое тело для нового дня. Дня, который, скорее всего, не закончится никогда. В Байконур решили ехать. Юрка одержимый. Все равно у него там вечные авралы. Не обидится. Так что к вечеру уже были на Балхаш. Закочив по пути в Мирный, заправить баллоны газом, взять подробную секретную карту и кое-что из рыбацких снастей у каких-то знакомых Владимира Максимовича. Интересно, есть место, где у него нет знакомых или друзей на этой земле? Или в этой галактике? В какой-то момент секретная карта доводит всех почти до белого коленя. «Чайники!» кричит Макс, впрочем, без малейшей тени раздражения. «Вы и звезду плейбоя в президиуме на съезде партии не идентифицируете. Имейте терпение, я вас в такое место привезу!» и привозит. Правда, уставший от дневного перегона Леха влетает в Солончак по самой оси, но благодаря счастливому совпадению по соседству оказывается стоянка семьи кочевника-пастуха. Три верблюда в упряжке с опытным погонщиком, лопаты в крепких руках, наломанные и нарубленные ветки саксаула, твердой как камень, и через час шестьдесят шестой вновь на твердой почве. «Слишком близко к дельце Ильи забрали», комментирует Макс и о чем-то недолго говорит с кочевником. Ильи — это река, впадающая в Балхаш. Еще пара часов проходит в поисках идеальной прибрежной стоянки. В какой-то момент Леха, безропотно в отличие от остальных, подчиняясь четким указаниям штурмана Владимира Максимовича с его секретной картой, выруливая между очередной сопкой и крутым бугристым барханом, вдруг резко тормозит. Перед глазами открывается бесконечное с легким намеком на желтинку синего озера, появление которого, судя по хмурым потным лицам, уже никто не ждал. Все, кроме Лехи, высыпают из машины и крича и подтрунивая над собственной быстро прошедшей нервозностью бросаются к берегу. Леха медленно трогается и спускается ниже на твердую площадку около скал. Стоянка действительно идеальна. Справа неглубокий мелководный залив, поросший у берега редким камышом и осокой. Слева невысокие гранитные скалы с округлыми впадинами и крупными валунами подножья. Площадка для лагеря большая и ровная. Леха спокойно маневрирует на ней, соображая, какой борт на какую сторону поставить, чтобы удобнее было натянуть тент под кухню. Ну что, рыбаки хренови, не верили штурману иуды? Вот вам и вилководье, вот и омуты под скалами. Погода, как в садах эдемских, это рай, истинно говорю вам, это рай, доносятся с воды к реке Макса, уже далеко заплывшего. А знаете, как они верблюдов пасут? Уже вечером у костра рассказывает Макс, когда все вспоминают резкие каркающие окрики кочевника, вязавшего по стромке к верблюжей упряжи. Весной выгоняют, осенью собирают, носятся по пустыне нам бы так. Что нам бы так, уже ни у кого нет сил интересоваться. Расположившись после ужина у костра закипающим чайником, усталые в мягкой эйфории от предвкушения завтрашней рыбалки все любуются безмятежной панорамой величайшего единения воды, земли, небес и света. Само солнце уже недоступно взору из-за скал, но чуть подальше от берега мелкая водная рябь искрится под его прозрачными вечерними лучами. А на верхушках утесов игра света создает причутливый абрис, отражаясь не то от каких-то вкраплений гранита, не то от кристаллов соли, столетиями приносимых влажными ветрами соленой половины этого чудесного озера. Леха не выдерживает и изобредя по колено воду бросает спиннинг и уже через несколько минут с горящими глазами чертыхаясь и жестикулируя как мальчишка чистит у остывающего костра двух крупных судаков, пока все остальные, разобрав раскладушки и спальники, смежают веки под тихие всплески, шуршание травы далекие, едва различимые слуху вздохи уходящего навсегда дня. Утро не разочаровывает в нем смешиваются и поволжские августовские плесы и крымские полуденные блики и только ветер не тугой но в меру плотный присутствует везде постоянной незримой силой напоминая что здесь среди песков скалы воды ему нет равных ты вскакиваешь с первыми проблесками но выясняется что тебя обставили неугомонный Леха с вечера попавшийся на удочку азарта уже заблеснил трех жерехов и теперь деловито с напускной важностью орудует под тентом на кухне он нарочито громко бряцает мисками и котелками за что заслуживает пару грубых но не обидных для своих реплик от отца его раскладушка ближе всех к машине из воды фыркой криком желая всем доброго утра выбирается Макс оказывается он стал еще раньше и больше часа плав за завтраком обсуждается план рыбалки решают не возиться с лодкой а поставить три-четыре перемета забросить со скал несколько донок в ямы на сама и поблеснить разойдя в разные стороны по берегу для переметов и донок необходим живец точнее нарезка с помощью обычной удочки нужно наловить мелкой рыбешки она потом пойдет на наживку для хищных жерихов судаков и самов тебя отсылают к заливу ловить нарезку нарезка она потому что тут не надо заботиться о том чтобы живец был живым тут рыба жадная объясняет Макс ей что на крючок не повесь все жрет так что ты иди лови а мы пока на первый перемет одного лешкиного свеженького жериха приходуем что глаза выпучил да мы за одну твою рыбину тридцать не хуже возьмем смеется надобить чем леха и макс ты вот дома-то поди не всю картошку подметаешь со сметаной а на рассаду то откладываешь все заняты делом мужчины вяжут снасть и насаживают на тройные крюки размером чуть не с твою ладонь полоски и куски нарезанного жериха в крупной зеркальной чешуе хвост плавники жабры все сгодится на наживку ты забредаешь в залив немного в стороне от травы ставишь рядом ведро предварительно наполнив водой наполовину чтобы не всплывало отщипываешь от горбушки белого в кармане пережевываешь скатываешь шарик насаживаешь и забрасываешь клюет хорошо минут через пятнадцать поверхность воды в ведре уже плотно забита темными спинками сколько еще тебе не терпится тоже хочется поймать толстую лоснящуюся рыбину на спиннинг Макс обещал научить с пол ведра вы не полож ладно это же для общего дела обещали же на обратном пути ребятам в мирной завести угостить один леха он бегает со спиннингом глаза на лбу вихры в разные стороны ничего не делает но Макс говорит не трогайте водителя в его руках нашей жизни водитель на стоянке бог если уж он вдруг заленился и миску за собой не вымыл ты уж принцесса корону покрепче на тыкву натяни и поухаживай за боевым товарищем так-то оно так но резкий шквал срывает с головы косынку по воде залива начинают бегать полоски серой ряби еще через несколько минут клев прекращается совсем ты оглядываешься по сторонам ветер явно покрепчал на гребнях ближайших сопок поднимаются вьюны поземки из пыли и песка но в целом панорама не меняется мужчины кто на берегу кто заводит перемет прежние блеска и сила солнца чириканье каких-то мелких печук в камыше шелест небо пронзительное слепящее почти что белое от света еще пара минут клево нет выбираешься на берег закидываешь удочку на удачу и садишься на горячий песок лицом к бесконечному озеру спиной к сопкам за которыми невидимые глазу тяжелыми бугристыми валами стелятся в сторону неуловимой линии горизонта древние пески Таукум это песчаный массив в Средней Азии Казахстана расположен в Балхаш-Алакольской котловине к югу от озера Балхаш и реки Ильи и нетрудно почувствовать как там далеко за спиной катится и катится одна за одной и все вместе мириады песчинок времени и нетрудно увидеть как под выбеленными небесами на поверхности озера мерцают сонмы отражений крупиц времени света Вдруг происходит страшное тело молниеносно взвивается как сорвавшаяся со стопора пружина и тут же пригнувшись замирает в нервной дрожи так маленькие звери почуяв опасность сразу отовсюду испытывают молниеносный ужас который инстинктом сразу преломляется в бесконечно обостренное зрение нюх слух и у кого что есть для того чтобы немедленно знать что изменилось в этом огромном мире в отличие от людей у последних целостность инстинкта под давлением разума и эмоций мнется корежится и в конце концов рассыпается освобождая поле битвы паники но ты зверь выгнувшись как кошка и чувствуя ментоловый холодок волнами сбегающий по позвоночнику начинаешь медленно поворачивать голову все на месте и света и запахи и что-то с движением какой-то странный театральный эффект несогласованность нет звука все что видят глаза происходит в абсолютной тишине настолько полный что ты начинаешь слышать как неприятно трутся друг о друга песчинки времени еще поворот головы машина на площадке из кабины выходит отец он беззвучно смеется еще скалы в подножье воды макс полощет руки еще нет стоп краем глаза даже скорее краем чувства ты улавливаешь что-то за гребнем ближайшие сопки что-то явно присутствующее собранное давящее но не проявляющее себя до поры резко поворачиваешься и уже воочию видишь как контур гребня вздрагивает по нему пробегают волны и что-то еще секунду назад таившееся за ярким ситцем беззаботного пейзажа вдруг вырывается на свободу удар шквального ветра приносит собой звуки со всей земли после второго удара ведро с нарезкой кубарем летит на песок сбитое тобой при первом броске в сторону стоянки на втором броске ты с отчетливым ужасом понимаешь что мужчины занятые своими делами не видят как над сопками поднимается во все еще беззаботные небеса бурая непроницаемая стена как в удушливом детском сне ты кричишь но звуки комкаются в гортане разорвавшаяся какафония и вселенная не в силах вместить в себя еще один крик еще один зов ужас бессилия подкашивает ноги ты падаешь в машину быстрее чья-то рука жестко сдавливает шею под затылком другая левую руку под локтем это макс рывок и вы несетесь сквозь нарастающий каждое мгновение вибрирующий гул еще рывок бурт шестьдесят шестого в последний момент у машины глаза успевают сфотографировать опрокидывающийся на залив со стороны сопок огромную волну цунами сплетенную из тысячи тысяч пыльных вихрей тьма охватывает все вокруг гул превращается в рев а вибрация в пронзительный свист шестьдесят шестой несется не разбирая дороги через степь неужели пришлось бросить вещи а Леха каково ему там один на один с восставшей пустыней это же опасно опасно для всех что-то накрывает тебя сверху одеяло зачем заматывайся с головой ладно наверное Макс думает что это смягчит удар если ну что испугалась странно слышать его голос так близко зачем он залез под одеяло тоже боится не бойся не так страшен черт машина болтает из стороны в сторону под одеялом душно Макс говорит что-то о везении и что всегда надо быть готовым к чему угодно к чему и кому может быть угодно чтобы милая земля дом для всего живого вдруг разверзла хищную пасть и вытрясла из этого живого всю душу в чем же везение первый раз в этих землях и сразу такое кричит как будто отвечая на мои мысли Макс но его голос сливается с окружающим гулом неужели такое действительно может произойти в любой момент переходишь например через дорогу к лотку с мороженым хочется фруктового за семь копеек и вдруг асфальт под ногами вздыбливается трещит и разверзается паутины бездонных трещин поглощает тебя и мороженщика с его колдовским льдом и всех-всех затягивая уволакивая в чуждое туда где невозможно жить или ветер вдруг он просто от вечной скуки решит собраться со всеми силами и дунуть дунуть так чтобы развеять тоску на всей планете дунуть не поразмыслив о том что его новая радость жизни сметет города и леса раскрошит горы и засыплет ими красивый равнинный рек а волны океанов и морей обретут такую немыслимую силу что как горсть сухих листьев подбросят и перемешают между собой обломки островов и континентов ты пытаешься представить как за какие-то секунды мир превращается в круговерть цунами и смерчей месиво из песка воды и того что только что было некупленным еще тобой мороженым максом отцом первым лучом солнца забирающимся под капюшон спальника космическим кораблем и неизвестными планетами кусочком лаваша с брынзой ломтиком помидора и листиком базилика телом ломящимся от усталости дома в постели матерью приносящей тебе изюм и сладкий чай с молоком когда ты болеешь жизнью плохой или хороший но жизнью в которой как само собой разумеющееся есть место для только что сейчас или подождите минуточку ты видишь сквозь туман как стоя в пятидесяти метрах от шестьдесят шестого на оклик отца поторопиться ты отвечаешь подожди минуточку я сейчас не знаю что у мира другие планы и минуточки для тебя у него уже нет и нет ни для кого ни минуточки ни времени вообще машина вдруг резко останавливается но как-то странно без характерного толчка вперед все что все одеяло слетает из-под тента пробивается свет макс смеется клубы пыли режет глаза ты вдыхаешь полной грудью и тут же заходишься в кашле и чихаешь все все давай наружу мигом а то нас потом на цементный завод сдадут как сырье вслед за максом переваливаешься через борт наружу он подхватывает тебя под мышки и ставит на ноги как же так ехали ехали целый час и вернулись на стоянку как доктор прописал три минуты сорок секунд что три минуты сорок секунд или это все-таки другое место просто похожее залив похож но воды в нем нет скалы вроде те же но больше а это что мы мягко врезались в бархан там где были тент и кухня теперь гора песка чуть не до крыши до сумерек все раскапывают кухню встряхивают вещи и спальники от песка и пыли перебирают продукты снасти и моют 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 кое-что найти так и не удается залив действительно исчез вода в средней части берега между заливом и скалами отступила на добрый десяток метров этого хватило чтобы мелководье обнажило дно а скалы выросли уже под вечер побросав с полчаса спиннинг вернулся с пустыми руками расстроенный Леха рыба ушла мы на южной оконечности от нас озеро длинное узкое и мелководное позади пески буря сработала как поршень вроде быстро но силище ну сами видели клев сегодня сегодня полнолуние ну вот а по рыбацкому календарю да вернется и вода и рыба с ней тут свои календари скажи спасибо что не в песках стояли вот там наверняка был полный штопор два дня откапывались бы а вода что вода субстанция послушная ветрам и луне кстати донки проверил бы лучше забыл да сами они знаешь ли тихоходы пока да петрит что к чему уже и сматываться поздно так что может один другой и висит если не оборвало а почему тогда звук пропал ты на самолетах летала пару раз ну и как да с левым мухом что-то болит потом и полуглухая хожу целый день это все давление есть сильно чувствительные к этому делу люди секунда другая резкого перепада а у них чуть ли не паническая атака ты хрупкий девайс береги себя спасибо владимир максимович ты меня что уже в дальние престарелые родственники записала нет макс извини так за что же спасибо ну что я просто ближе всех был это закон действует тот у кого больше шансов запомни и на отца не сердись когда началось я ему дал понять что подберу тебя да я никогда не спорь с престарелыми родственниками и никогда не оправдывайся ни перед кем ты принцесса тебе по штатному вселенскому расписанию не положено а люди что люди далеко не у всех скорость реакции такие как у ветра или у принцесс например и не все они пластичные и текучие как как что ну хотя бы как та же вода тебе уже пятнадцать после долгих среднеазиатских каникул быстротечного подмосковного бабьего лета жесткой сухопарой грязной московской зимы и обманчивой во многих отношениях весны вернуться на новый сезон в Крым это вернуться домой ты так ждала что праздник повторится и владимир максимович увидит как ты похорошела непривычно окрепшая грудь скромно заставила сменить вечную футболку на свободную рубашку новая прическа и мама не поехала какие-то неотложные дела на работе а Макс когда приедет что соскучилась да нет сказал попробует но вряд ли жаль может вечером шариком постучим в беседках на набережной новые столы неохота а что охота не знаю не нравится мне твое настроение настроение как настроение море-то я надеюсь не отменяется коль уж всего остального неохота а куда завтра думал в залив к скалам ну там где обвал был восемьдесят втором мама же нам запретила берегите сесопи и камнепадов помнишь ну мама мама ее же здесь нет так пойдем а кто еще с нами ну ты же знаешь мы да Мишка с Серегой больше из наших никого на поселке нет знаю ну и а поныряешь со мной посмотрим все как обычно они взяли с собой пятилитровую канистру вина сыр фрукты и сели играть в преф для стоянки место правда не очень узкая полоска берега народ весь день по тропе шастает дальше идут там есть песчаные бухточки а тут крупная галька до валуны семейные они капризные сами едут за три-две-демель отдохнуть а потом выясняется что Москву с собой забыли захватить с асфальтовыми тротуарами ступеньками лифтами а тут в море без вывихов и ушибов не зайти над узкой полосой берега сыпучие отроги круто уходят вверх лучше уж море болтаться а то не равен час действительно по голове булыжникам каким-нибудь получишь зато сам залив глубоководный со множеством гротов пещер и расщелин особенно после памятного обвала 1982 и крабов всегда есть где разыскать и поля рапанов на вполне доступной глубине есть чем заняться и из чего выбирать мидий может надерешь все равно весь день болтыхаешься вечером пожарим черт бы их всех подрал был бы Макс хотя мидий ты любишь даже неизвестно что больше собирать готовить или есть когда отколупываешь их от камня круглым ножом давным-давно еще свистнутым в местной столовке нет-нет не так сначала обнаружив колонию проводишь рукой выбирая те что покрупней они такие ладные как капсулы космических кораблей будущего что так любят иллюстраторы искателя лежат в ладони как огромные тусклые миндалины искатель это литературный журнал жанровая специализация детектив фантастика приключения был основан в 1961 году как приложение к журналу вокруг света у местных свои насиженные места а ты любишь новые дикие чтобы потрудиться на славу может поэтому раковины потом и отдает весь свой вкус полна что по походному зажаренные в костре на ржавом куске железа что со всеми почестями отваренные почищенные а потом утомленные на сковородке с лучком и поданные со сметаны или в масле с розовыми помидорами поэтому приходится много нырять обшаривая бока огромных камней подводных утесов в поисках достойных колоний залив глубокий дно обрывистое с первого мелководного яруса глубина резко падает метров до 8-9 а со второго до 12-15 ты можешь оселить и 12 но мало совсем остается времени на поиски так что оптимально на первом но он сильнее всего загроможден после того обвала в 82 множество ходов гротов расщелин сколько ты их уже здесь исследовала а даже топография в единую картинку до сих пор не складывается нож и пара полиэтиленовых пакетов когда один наполняется оставляешь его на дне на видном месте сегодня везет колонии небольшие зато экземпляры крупные оба пакета забиты так что ручки еле сходятся азарт есть азарт оставив оба мешка на дне вместе с ножом ты отдыхаешь греешься и нежишься под солнцем на выступающей из воды скале необъятные в опаловой дымке глубины порой пугающие тенями нависающих склонов эти же скалы уютные домашние над водой в сочно зеленой кайме мягких водорослей нервозность и меланхолия проходят ты уже давно заметила что оставаясь один на один с горами или морем ты быстро избавляешься от того что приносят в жизнь люди их разговоры планы ссоры проблемы почти все кроме разве что самых близких своих вот от макса не надо отмываться в естественной среде и от отца раньше не надо было мать не в счет она как скала всегда на своем месте для человеческой жизни что-то непреодолимое незыблемое пора назад ныряешь подхватываешь пакеты нож и несколькими синхронными грибками ласт выносишься на поверхность еще несколько уже спокойных поочередных взмахов и как подводная лодка медленно под острым углом идешь на погружение вот блин елки зеленые перегруз еще попытка эффект тот же пакеты слишком тяжелы все жадность так ведь не оторваться же приходится нырнуть и оставить половину поклажа на дне бросить с высоты пакет может разъехаться мельком при погружении в придонные расщелини замечаешь краба крупный никуда не денется в полдень они ленивые рядом с пакетом оставляешь и нож для ориентира он блестящий хорошо виден одна охотка вторая ты там не окоченела можно даже не отвечать в определенном состоянии сознания у мужчин все вопросы риторические тебе не хочется сидеть на берегу поэтому прихватив пару персиков ты возвращаешься в залив где примастившись на вершине одного из айсбергов метрах в ста от берега отдыхаешь сладкая мякоть приправленная слоноватым морем не утоляет жажды но придает сил надо нырнуть и забрать нож заглянуть в грот и если краб на месте кто бы там что ни говорил а подводное царство совсем другое когда ты в нем а не смотришь на него через стекло маски с поверхности первый прокол глубины выполняется чисто технически еще лет пять назад тебя научили этому местные ребята вечные пажи для них крабы и раковина рапана источник заработка сувенирщики в сезон не жадничают да и бесплатная еда а кому уже и закуска социальные аспекты биогиоциноза да уж так вот техника простая руки по швам чуть набрав ходу на поверхности плавно сгибаешься в пояснице и метра три первой глубины тело проходит по инерции без лишних движений это важно каждое движение поедает дефицитный кислород глубина еще смешная но чувствуешь что беззаботности в ней уже нет места она остается там среди ярких бликов резких теней и плеска волн синхронный взмах ластами еще пара метров продуваешься это прием уравновешивающий давление шелест придонного песка и перестук камней далекой линии прибоя как будто рядом опаловые тени темнеют и обретают плоть солнечный свет уютный и горячий наверху превращается просто в дымчатый фон для сизых фраков подводных утесов и холодных строй местных течений еще несколько взмахов ластами оборачиваешься переливающиеся оттенками бирюзы и малахита толща зачаровывает расщелина сбоку ориентир нож поблескивает на песке чуть в стороне еще раз продуваешься и касаешься ладонями дна перевернувшись на спину секунду созерцаешь небо поверхности лучи солнца рассеянные девятиметровой призмы воды распадаются сначала на небольшие яркие пятна а затем и они тают и осыпаются искрящейся пылью на рябой песок расщелина у самого дна длинная узкая в глубине ее тени мелькает сочно-оранжевым перламутром пустая раковина рапана прямо за ней краб действительно крупный никак не дотянуться снаружи до него наверное метра два то и два с половиной на оценку ситуации уходит время а с ним кислород легкие начинают сдавливать надо возвращаться несколько мощных синхронных грибков имитация сглатывания чтобы сбалансировать давление и ты вновь среди яркой игры бликов мелких брызг и панорама беззаботного берега где отец с ребятами играет в карты под натянутой на нескольких кольях белой простыней два совершенно разных мира один подводный с приглушенными но объемными звуками плотными тенями и неясной перспективой по ощущениям во всех смыслах этого слова и другой блистательный галдящий с раз и навсегда очерченными правилами отдышавшись и передохнув с минуту ты снова погружаешься теперь уже сразу к цели нельзя отвлекаться и терять время там на дне его будет от силы секунд двадцать вот расщелина еще уже чем казалось и страны трубка цепляется за каменные своды ты аккуратно вытаскиваешь ее чтобы в маску не попала вода и протискиваешься вперед своды еще немного сужаются до краба около метра даже если вытянуть правую руку с трубкой видно что трещина уходит дальше искривляясь но там темнота наверное тупик своды плотно прижимаются к бокам касаясь лопаток ты уже с усилием протискиваешься стараясь минимизировать мышечное напряжение чтобы экономить кислород совсем немного черт плечи и лопатки упираются в камень и никак не вывернуться осталось каких-то двадцать тридцать сантиметров краб вжимается в угол и растопыривает клешни в готовности обороняться нет лучше вернуться запас воздуха в легких на исходе ты уже обманываешь организм делая короткие малюсенькие выдохи взять на берегу длинную палку а еще лучше проволоку и вернуться расслабляешься и ладонью вытянутой правой руки уперевшись в дно даешь задний ход тут же что-то больно впивается в левую лопатку чуть поведя плечом повторяешь движение уткнувшись в острый край камня кожа на спине теперь ближе к правой лопатке собирается и посылает импульс боли да что ж такое левой отведенной назад рукой пытаешься ощупать стену на предмет неровностей неудобно чуть выворачиваясь цепляешь маской каменный свод та тут же наполовину заполняется водой черт теперь и голову не повернешь глаза зальет резкое непроизвольное движение правой рукой к маске взбаламучивает песок теперь вообще ни черта не видно подвернув под себя плечо ладонью правой руки быстро проводишь по своду назад и обратно вот в чем дело такие по ходу гладкие стены в обратном направлении представляют собой рваную поверхность каменных граней как ножовка с направленным зубом свежие сколы недавнего обвала даже мимолетная мысль о том что ты можешь не выбраться отсюда раскалывает мир пополам жалость пронзает сердце до самых пяток сначала к теплым солоноватым персикам потом к ветру наполненному запахами костра и жарящихся мидий потом потом безраздельно ко всему все паника жгутом выкручиваешь мышцы ты резким мощным движением пытаешься вытолкнуть себя из острозубого каменного капкана кажется тело поддается на какие-то сантиметры но боль безумная боль в плечах спине бедрах последние пузыри воздуха вырываются из легких грудную клетку сдавливает первый спазм панический ужас волнами прокатывается по телу все еще волна все еще последнее что ты видишь сквозь темно-бурую муть с обрывками водорослей это что-то тускло светящееся голубым в том месте где сидел краб что-то похожее на и все ничего глава вторая смерть всякая фантазия лишь утверждает реальность ты что ужинать не будешь отец заглядывает в комнату на берегу познакомились с мариной вроде аспиранткой мифи и пригласили ее в гости теперь вся компания оживленная заседает у нас с отцом на террасе с вином и мидиями лика ну что ты мидии таких классных насобирала я все приготовил нормально себя чувствуешь сегодня у отца компанийский дух явно перехлестывает через край мужчины они такие мужчины даже если лучшие из них ваши отцы нормально па просто сегодня немного переусердствовал устало тело как по швам разъезжается я вам всю эйфорию перебью своей кислой миной и ты будешь расстраиваться хотелось сказать злиться но если хочешь от кого-то избавиться стили мягко я почитаю немного и баиньки ладно а мидий ты мне отложи на завтрак утром с удовольствием поем только обязательно отложи а то знаю я вас ушел тьфу-тьфу-тьфу индульгенция выписана никто не обижен теперь они будут всю ночь распушать хвосты учитывая присутствие новой пары юных девичьих глаз и свободных ушей а мне надо разобраться вот с этим но так же как когда-то из ничего появилось что-то так открыв глаза ты обнаруживаешь маску наполовину заполненную водой сдавленные без воздуха легкие голубоватый металлический шар размером с апельсин под рукой и полное отсутствие панического ужаса как его и не бывало память подсказывает что еще мгновение назад все было иначе но мозг моментально включает аналитическую функцию удивляться будешь потом а сейчас надо выбираться назад нельзя никак капкан остроугольных сводов вызывает дикую боль при попытке двинуться не рвать же себя на куски еще сознание не дай бы потеряешь а что же тогда было ладно сейчас не важно нельзя назад значит вперед но там же тупик откуда ты знаешь вперед значит вперед трубку и шар бросить потом если что и маску беречь еще одно неловкое движение и так ни черта не видно в этой муте вперед легче вот ладонь упирается в стену неужели тупик а наверх да есть карман и дальше дальше не может быть или показалось да нет вроде блик будто откуда-то сверху сквозь муть песка и водорослей расщелина витиевата как поликалу ныряет куда-то наискосок вверх потом вправо еще точно свет маска все-таки цепляется за выступ и почти полностью заполняется водой но уже не важно все еще пара движений и вот в открывшемся проеме бирюзовый пласт воды муть рассеивается господи дай немного сил грудную клетку сводит уже почти до конвульсий потерять сознание здесь было бы так глупо ласты синхронно взрезает глубину слой за слоем да с такой мощью с такой жаждой жизни что вмиг доносит до солнца волн и воздуха ты почти по пояс вылетаешь из воды вдох похожий на рык динозавра оглушает собственные барабанные перепонки ты еще успеваешь краем глаза заметить какое-то движение слева делаешь несколько грибков по направлению к выступающей из воды вершине подводной скалы втягиваешь на нее измотанное тело распластываешься и сознание выключается но не так как там просто как будто дело сделано и больше нет необходимости что-либо контролировать так и было сознание вернулось когда кто-то тряс меня за плечи оказывается вылетев из воды как ихтиозавр в пене и с нечеловеческим рыком я чуть не до безумия напугала какую-то женщину есть такие любительницы покайфовать на матрасе вдали от берега мужей детей и всего прочего с книгой бывает же совпадение надеюсь она не челюсти Питера Бенчли читала а то знаете ли после такого всю оставшуюся жизнь сердечко пошаливать будет от тетки той с матрасом отболталась до берега доплыла Серега с Мишкой барышней какой-то тент помогают ставить той самой Марине аспирантки мифи тоже мне кляча места что ли мало как не под боком у трех симпатичных мужчин отец на рынок пошел вино у них заканчивается кто бы сомневался ладно нашла кусок проволоки у чьей-то старой жаровни и обратно трубку-то надо забрать и нож ну и шар этот странный откуда он там взялся вернулась отца еще нет кляча уже под нашей простыней воркует перебросилась с ними парой фраз из серии как дела да потому что взяла полотенце и устроилась чуть в стороне за камнями находку рассмотреть шар 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 металлический слегка шершавый размером с апельсина и по весу такой же может чуть легче ни швов ничего протерло насухо нет есть маленькое отверстие аккуратное миллиметр может два соломинкой потыкала туда не идет ну и ладно пусть полежит пока не хотелось думать о том что случилось но из всего что происходило за последние несколько дней это было самое-самое так что мысли автоматически возвращались к пережитому страха нет но его и там на дне уже не было какое-то смутное воспоминание об ужасе безумной панике но как не со мной одно только странно шар вроде бы я его там не видела хотя разве теперь скажешь наверняка и это отключка понятно в смысле то что она случилась а вот включение обратно да еще явно в измененном состоянии сознания почему с другой стороны чего только в жизни не бывает отец он рассказывал их приятель институтский жизнерадостный парень балагур душа компания и вдруг бах рак да еще такой что и не выкарабкаться уже обследовали низкодифференцированные с метастазами в жизненно важные органы шепнули на ушко мол парень извини месяца три может четыре от силы он побродил побродил с недельку и пропал совсем ни ответа ни привет все в непонятках родня в панике искали не нашли но доктора то сказали три месяца так что годик прошел и успокоились а еще четыре спустя письмо приходит вежливое такое спокойное но смысл прямой жесткий типа маята ваша жизнь бардак и суета сует а болячки все ваши в головах ну и дай вам бог здоровья разумеется живой ни рака ни соплей даже то ли егерем где-то то ли на сплаве так что живая слава богу повезло и урок хороший на будущее в азарт не впадать и тысячу раз проверять прежде чем лезть природа мать та еще штучка накуролесит замаскирует а ты потом выбирайся из ее ловушек а если бы там вращели не в самом деле тупик это теперь не страшно подумаешь еще одна отключка правда уже без включения но все равно не страшно шар вот только этот вещь заметная слишком правильная форма в природе не бывает настолько правильных форм если он там был как я могла его не увидеть что же ты такое снова взяла в руки и поднесла ближе к глазам конечно человек вершины эволюции что от него еще ждать если в отверстие не получается что-нибудь засунуть значит в него нужно заглянуть логично за тысячи лет истории люди больше ничего не научились делать с отверстиями как только шар оказался у глаз внутри его что-то стрекотнуло и он разлетелся на две половинки я же отпрянула тут же покрывшись холодком мурашек на полотенце валялись две полые полусферы шар поменьше и что-то похожее на свиток ага матрешка шар поменьше был точно такой же и с таким же отверстием но уж нет не так сразу а вот сверток просто бумажный сверток весь исписанный или не бумажный пластик что ли непонятно разворачивая там ну здравствуй отец пошел по берегу меня искать еле успела сунуть все под полотенца всех разрывали грандиозные планы так что пришлось прервать чтение и набраться терпения до вечера да что же это такое все черт возьми что-то я не припомню чтобы сама себе письма писала в железные шары упаковывала и под руку подбрасывала да еще в столь мягко говоря критических обстоятельствах твой дух не совладал никто бы не совладал очередная глупая случайная смерть мало ли таких каждую минуту на планете при чем тут смерть я что умерла там нет нет раньше а вот ты должна была умереть там то есть не должна была раньше но после ряда событий в общем ты могла там умереть но смерть сейчас ты не поймешь наберись терпения я потом все разъясню если ты конечно решишься шар просто забрал там у тебя это время и сейчас оно хранится внутри маленького шара вместе с последующими объяснениями но понять и принять их ты сможешь только вернув себе хранящееся внутри шара время прости больше я пока ничего объяснить не могу датчик настроен на сетчатку твоего глаза это был самый простой способ избежать случайности это не опасно но навсегда изменит твою жизнь впрочем она и так уже давно изменилась вспомни хотя бы птиц на террасе раздается дружный гогот солирует аспирант комифи ничего не понимаю вспомни хотя бы птиц очень мудро я бы вспомнила если бы помнила ладно это позже поразмыслим логически первое шар там забрал это время какое время все мое время было при мне кроме отключки это же секунда другая вкл выкл какое там время физику никто не отменял находиться там без сознания больше и ничто на свете меня бы уже обратно не включило второе все что я прочитала могла написать только я это настолько очевидно что нечего рассуждать может конечно не так красиво но никто на свете кроме меня не мог знать что я думаю и чувствую и третье я ни черта ни смыслю в металлических шарах матрешках и секретных замках реагирующих на сетчатку чьего-то глаза да я об их существовании только сегодня узнала вот такие противоречивые условия задачи и при них вопрос должна ли я решиться открыть очередную матрешку ответ с вероятностью сто процентов ясно что другого пути получить разъяснение нет а если плюнуть на все и забыть тоже решение нет так себя разочаровать да еще на всю оставшуюся жизнь тогда решиться о а вот и наша добытчица надеюсь не звон бокалов звонкий поднял вас с ложа принцесса а исключительно и только добрая воля присоединиться к компании высокородных особ мишка был в ударе я бы даже сказал что в двух шагах от угара он явно положил глаз на марину и теперь его самого с трудом было видно из-за распушенного в брачном танце павлиньего хвоста исключительно и только добрая воля сразу с милостив с я избивать пьяницы стариков это маветон бокал юного прохладного вина с южного склона вашего виноградника патриции было бы сейчас весьма кстати моему разгоряченному дневным солнцем и утомленному духотой ночи телу видимо выражение разгоряченное тело вызвало несколько неадекватную реакцию пьяненького патриция со вздохом похожим на стон он уронил голову на пышный бюст мифички и глупо захихикал все в порядке отец проявил дежурную озабоченность да просто захотелось немного посидеть с вами поешь нет разве что попробую как ты приготовил вкусно а теперь поделитесь с дамой бухлом если не жалко я намеренно сменила тон чтобы вернуть слегка ошарашенную моим внезапным появлением компанию в привычное русло и тут же чтобы упредить реплику отца но обращаясь ко всем и не делайте пожалуйста удивление из ваших лиц это смахивает наханженство принцессе все можно и уж тем более можно то в чем никто при дворе себя не ограничивает бокал вина принцессе тут же заорал мишка отлипая от бюста явно смущенного юного физика отец отец хмыкнул серега с полным ртом наклонился к Марине что-то пробурчал ей в ухо по хищному выражению глаз было понятно что он еще не потерял надежду лицезреть соперника валяющимся под столом чтобы тут же занять его место ладно физики лирики и математики харизматики сказала я отхлебнув немного молодого белого ответьте мне на один не дающий в ночи покоя вопрос я сделала паузу и продолжила есть ли в сегодняшней науке хоть одно достойное обоснование феномену сворачивания времени или как там все эти парадоксы связанные с провалами называются ни хрена себе поперхнулся Серега какие вопросы принцессам по ночам спать не дают слышь Борь так зовут моего отца я начинаю подозревать что воспитание детей штука небезопасная в сравнении с процессом их производства разумеется последнее явно было нацелено на Марину мол холост анамнезом в виде парочки спиногрызов не оттягощен так что шершель афам как говорится но мифичка намек явно не оценила или намеренно пропустила решив что пришла пора тоже слегка подраспушить перья а то как бы ее за дешевку тут не приняли знаете лика чопорно начала она для того чтобы иметь возможность рассуждать о феноменах чего бы то ни было необходимо как минимум свободно оперировать базовыми понятиями рассматриваемого предмета или области знаний ну пипец провел в ответ Мишка надо заметить что на момент произнесения данной реплики один глаз у него уже был стеклянный а второй безумный что касается времени продолжила мифичка никак не реагируя на Мишкин возглас то этих понятий немного и если пара минут будет потрачена на их разъяснение надеюсь это никого не приведет в состоянии умственно-физиологической патологии более известная как сонно-похмельную голову зато юная леди станет обладательницей лучшего снотворного на свете возможностью мыслить теоретически она изо всех сил старалась соответствовать избранному тону беседы и надо отдать должное несмотря на компанию хоть и интеллигентных но весьма подвыпивших мужчин у нее это неплохо получалось браво прокомментировал Серега с легким оттенком лести то есть если возражений нет что вы Марина не только нет возражений но есть очень горячее желание предвижу интересное обсуждение в тоне отца наравне с извечной долей менторства явно проскакивало шуршание перьев из павлиньего хвоста тех что ближе к заднице слушай Мариночка слушаем а я так просто впитываю Мишка явно терял лицо ползая в луже слащавости чем тут же воспользовался конкурент Марина надеюсь сегодня мы ограничимся Аристотелем и Ньютоном как пойдет в основном это будет зависеть от оппоненции и в том числе и вашей Сергей но не собираетесь живы погрузить нас в пучину математической космогонии Козырева так мы чего доброго и до вейника доберемся а там как ни крути придется Эйнштейна к ответу призывать за все его мракобесие о покойниках или хорошо или ничего Сергей вы торопите события мне кажется я догадываюсь что вы осведомлены в данном вопросе лучше меня но все все умолкаю нет мне прощения вы правы Марина сто раз правы еще раз прошу извинить меня я так давно не имел возможности поговорить с умной женщиной Марина вот же ехидно и так мифичка отвлеклась от своих кавалеров разной степени скабрезности и повернулась ко мне в современном научном мировоззрении известны две принципиально разные концепции времени реляционная и субстациональная различаются они трактовкой взаимоотношений времени и физической материи согласно реляционной концепции в природе нет никакого времени самого по себе а время это всего лишь отношения или система отношений между физическими событиями иначе говоря время есть специфическое проявление свойств физических тел и происходящих с ними изменений другая концепция субстациональная наоборот предполагает что время представляет собой самостоятельное явление природы как бы особого рода субстанцию существующей наряду с пространством веществом и физическими полями реляционную концепцию времени обычно связывают с именем как правильно заметил Сергей Аристотеля а также Лейбница Эйнштейна наиболее же яркими выразителями субстациональной концепции времени является Демокрит Ньютон и из современных ученых как опять же позволил себе заметить мой многомудрый коллега Козырев и Вейник Мариночка я же извинился Серега по-детски надул губки и захлопал ресницами профдеформация но не удержался вы вы прощены Сергей Марине явно начинало нравиться случайно подвернувшаяся под руку роль тем более что удержаться от комментариев подобной ситуации ученому теоретику было бы весьма трудно так что ваша реакция была весьма кстати тем что как нельзя лучше подтвердить мои дальнейшие слова она отпила вина по птичьи вытянув губы и продолжала дело в том что принятая нами к обсуждению тема для современной науки является камнем преткновения я бы сказала острием и даже гранью когда величайшими теоретиками пройден этап осмысления и мир ждет практических действий в данной области как поет как поет Мишкин стеклянный глаз слезился от умиления безумный пожирал профиль мифички Борис Игнатьевич так моего отца зовут те кто еще плохо представляет себе что из этого всего может получиться стукните его по дифирамбам пожалуйста я конечно не синий чулок но и не красный галстук и уж точно не носовой платок сквозь кокетливый тон мифички прорывались нотки явного раздражения эй животное пойди на кухню заварить чаю не видишь нас жажда мучает познание особенно Марину отец отреагировал моментально как будто ждал повода вмешаться Мариночка ну что же вы не сказали вы хотите чаю очень с чабрецом отец зачем-то подмигнул аспиранке с чабрецом мишка на пару секунд замешкался а у вас есть у нас нет но у тебя есть а Мариночка очень любит чай с чабрецом мы как раз вспоминали об этом недавно да мишка икнул два ты что совсем память потерял ступай тащи свои запасы коль хочешь даме приятное сделать Мариночка тут же расплылся мишка для вас самый лучший им вот никогда полторы тысячи метров над уровнем ущелье как его там тьфу сам собирал ты идешь или нет рявкнул отец все все ща все будет мишка с трудом выковырялся из-за стола и шатаясь пошел через сад что-то бурча себе под нос хлопнула калитка все он не вернется отец улыбаясь откинулся на стуле вытянул ноги как это Марина явно не поняла под текстом из ансцены да не сможет просто он удовлетворенно усмехнулся ему с полкилометра до своего сарая запас алкоголь до гидрогеназа в организме исчерпан а мышцы ног одни из самых крупных в теле человека циркуляция крови резко возрастает и думаю он даже туда не доберется а с ним ничего не случится теплой южной ночью в поселке где количество отдыхающих раз в пять превышает количество аборигенов не волнуйтесь Марин проспится и всего делов слабенький он у нас а мы на пляже хорошо посидели и по дороге в общем не в Мишкиной весовой категории выступления а тут еще вы и красивая и умная что большая редкость согласитесь впал в эйфорию что простительно разумеется ну в дружеской компании но наказуемо ах папа ну раз так тогда спасибо вам большое а то я уж и не знала что делать чаю было бы здорово с чабрецом а у вас есть а как же предгорье корота у ущелья и концу сбор июнь прошлого года с вами не соскучишься а вот и не скучайте Мариночка улики по глазам вижу вопросов уже пара килограммов наготове а я пойду заварю отец стал и ушел в дом за столом на несколько секунд повесла пауза разумеется первым ее нарушил Серега избавление от конкурента прошло по намеченному плану так что теряться из-за мимолетной неловкости он не собирался что ж предлагаю не тревожа память покинувших нас вернуться к обсуждению проблем вечности разумно избавиться от меня можно было только удовлетворив мое праздное по его мнению любопытство а дальше романтическая ночь крылышко крылышку клювик клювику и заливать заливать мифички в уши своей сентенции ну Сергей вечность это не проблема вечность это с готовностью включилась Марина вечность это ситуация и не более я вообще не собиралась вклиниваться а только послушать но само вырвалось извините что перебила просто так Макс говорит хуй из Макс о Макс это мечта Мариночка Серега быстро перехватил инициативу Макс это тот кто привяжет себя в шторм к штурвалу потопит вражескую подводную лодку с одной отверткой сыграет с богом в нарды по памяти найдет стакан холодной газировки посреди пустыни и улетит на Марс не задумываясь с первой попавшейся симпатичной особой возрождать человечество с нуля кстати в нарды он наверняка выиграет интересно не то слово Мариночка не то слово ах да еще он кровью поклялся что женится только на принцессе а поскольку на земле их нет то скорее всего родом с другой планеты как мило да ну может быть может быть Марина вам виднее а что значит поклялся кровью буквально то и значит нацедил из пальца заправил свой неразлучный паркер и на натуральном папирусе где уж он его взял я не знаю написал при нас первая принцесса что переступит порог этого дома станет мне нареченной суженной число подпись и положил под стекло на столе в кабинете это было чтобы не соврать Серега театрально почесал затылок десять лет назад ага мифичка явно на краткий миг провалилась в недоумении женщинам всегда кажется где-то на подкорке что они в состоянии понять и приручить любую мужскую экстравагантность но когда им сообщают что некто обобщающий образ не добился успеха за десять лет они впадают в легкий ступор а ведь все так просто стоит лишь допустить что есть мужчины для которых быть такими какими они кажутся окружающим ни позерства ни способ и ни последняя надежда что есть на самом деле такие что ж значит вечность это ситуация согласна Серега хмыкнул явно удовлетворенный окончательной реакцией и покосился на меня я в ответ состроила ему оленячьи глазки прав ваш максим продолжила Марина все еще как бы уговаривая себя не задумываться над порой странным поведением некоторых мужчин действительно ситуация ибо только такой подход позволяет отнестись к рассматриваемому вопросу с научной точки зрения без примеси экзистенциализма и прочих измов что так любят доморощенные философы тут я снова не удержалась а Макс называл время одним из способов ведь я могу в рамках нашей беседы использовать понятие времени и вечности как подобные или по крайней мере как контекстные синонимы Боря Боря как женатый педагог педагогу холостому скажи мне это нормально для столь юного возраста крикнул Серега повернув голову к дому и поставив на стол бокал из которого только что отпил яблочко от яблоньки послышался довольный голос отца через открытое окно он явно прислушивался к нашему разговору пока готовил на кухне чай а ну тогда понятно подыграл Серега поясните пожалуйста юная леди я не совсем поняла что вы имеете ввиду Владимир Максимович говорил что время один из способов с помощью которого универсальное вещество вселенной формирует образы самого себя а ваш Макс он чем вообще занимается в рамках обсуждаемой темы он доморощенный философ я была безумно горда и собой и за Макса а вообще он геолог геолог Мариночка вы не отвлекайтесь методика наше все а за этим столом Серега выразительно кивнул в мою сторону что не собутыльник так ученый теоретик что не философ так геолог что не шахматист так космонавт и наоборот им временные парадоксы разгадывать что грецкие орехи щелкать были бы щипцы покрепче а есть нюансы не правда ли Мариночка нюансы есть везде где не хватает понимания это очевидно кажется до Марин дошло что не всякой ролью следует злоупотреблять ну вот с легким оттенком менторства продолжил ворковать Серега и я думаю что нашей словоохотливой принцессе нахватавшей плодов с разных деревьев не помешало бы знать что с чем едят то бишь более подробное объяснение разницы между реляционным и субстациональным понятиями времени было бы уместным вы так не думаете Марина как я уже говорила согласно реляционной концепции в природе нет никакого времени самого по себе мифичка с облегчением вернулась на лекторскую стезю ибо нет ничего хуже чем соревноваться в теории с тенью отсутствующего за столом оппонента для правильного понимания необходимо еще добавить что время к которому мы все привыкли передаваемое по радио или по телевидению по которому мы настраиваем наши будильники и по договоренности считаем эталонным оно придумано человеком придумано с целью рациональной организации жизни общества природа его не знает это условное время даже можно сказать социальное субстационалисты основываются на предположении что в природе существует некое истинно простое хрональное явление которое распадается на составляющие хрональное вещество его поведение подмена реального времени условным и наоборот причина многих заблуждений в современной науке это как раз то на что намекал Сергей самая нелепая ошибка теории относительности например заключается в том что Эйнштейн говорит о переменности хода времени условного тогда как он вообще не способен изменяться отсюда соответственно бессмысленные все остальные выводы этой теории но это же лес дремучий попросту говоря в сознании людей это либо сквозная условная сетка накрывающая все материальное пространство либо некое вещество обладающее невыясненными свойствами однако некоторые предположения насчет свойств имеются вмешался Серега к примеру что время это единственное вещество способное передать воздействие от одной системы к другой мгновенно вообще-то говорить о мгновенном распространении взаимодействия с материалистической точки зрения совершенно нелепо хотя если принять во внимание предположение вейника все-таки мы добрались и до него о существовании частиц не содержащих квантов хронального вещества то есть как бы одновременно присутствующих в прошлом и в настоящем и в будущем то такое допущение со скрипом но принять можно вообще все очень запутанно чтобы разобраться с математическими выкладками лично мне в первом приближении потребуется лет 10 я как-то склоняюсь но Мариночка вы же не можете отворачиваться от экспериментальных истоков экспериментальных ну разумеется вам ведь наверняка известно что идея хронального вещества родилась внутри строго научного эксперимента осмысление которого и привело к подобным мыслям и самого экспериментатора впоследствии и упомянутого здесь уже не раз вейника идея о том что время точнее хрональное вещество материально не по наружку по релятивистски а взаправду на террасу вышел отец с большим заварным чайником и несколькими пиалами на подносе как старший по званию начал он пристраивая поднос на стол хочу заметить что вы Марина и в большей части ты Сережа несколько ушли от исходной задачи вместо того чтобы осветить проблему простите ситуацию в ярком и прозрачном свете популизма оказались уже в полушаге от туманной научной дискуссии но хочу вам заметить что юная барышня вызвавшая своим вопросом столь бурное обсуждение чем дальше тем меньше улавливает предметы пап не говори за меня хочешь сказать что ком вопросов по мере обсуждения не нарастает а рассасывается хочу сказать что я барышня не кисейная и ложной скромностью не обременена математические выкладки мне конечно ни к чему если уж и Марине на это лет 10 понадобится но суть я вполне в состоянии ухватить и что же ты успела ухватить к текущему моменту старый провокатор опять эти бесконечные менторства еще отец называется ухватило то что субстациональная концепция мне больше понутру нашего полку прибыло Серега поднял правую руку и потряс сжатым кулаком а почему мне кажется что она смелая революционная что ли интуитивно я понимаю что нашему восприятию условное время ближе не проще но ближе но в этом языковыка людей всегда больше тянет к тому что дальше лежит так интереснее наш человек толк будет чуть не крикнул Серега и поднял бокал за тебя принцесса ну и за революцию не ори а то люди не поймут особенно последние отец был немного раздражен не любил он публичных проигрышей да хрен с ними не унимался Серега кому мы непонятны тот и не с нами днесь то есть ты хочешь сказать отец вновь переключился на меня что вещество времени которое никто толком не щупал не измерял и всяк разно не оценивал не имеющий никакого прикладного значения вызывает твой больший интерес нежели условная пусть местами относительная сетка которая однако управляет и лежит в основе жизни практически всех людей насчет прикладного значения ничего не скажу кроме того что с помощью теории о времени как веществе можно было бы хоть как-то истолковать массу необъяснимых явлений я бы не делал в своих аргументах ставку на журналистские утки и прочие слухи люди они готовы выдумать любую сказку чтобы скрыть нежелательные порой ужасные последствия своих поступков или оправдать собственное заблуждение я не знаю я этого не делаю просто что делать сеткой сидеть и смотреть как все сущее ползет по ней линейно и поступательно ну не всегда не всегда сереж прошу прощения принцесса так вот если время вещество то им можно манипулировать определить его свойства рано или поздно и изменить их скорость там плотность я не знаю теоретически да но подступиться к этому веществу пока нет возможности почему ученый ответил бы тебе что любая экспериментальная база науки вырастает на пашне статистики а рост статистики обретает ускорение только при наличии некой суммарной критической величины экспериментов неискушенному слушателю это представится порочным кругом но это не так ведь я говорил об ускорении роста экспериментальной статистики линейный рост никто не отменял но для того чтобы при линейном росте экспериментального материала была накоплена критическая суммарная величина которая позволит осуществить прорыв качественный скачок потребуется столетия время что против того чтобы мы его изучали да нет такова триангуляция пространство познание собственно времени в переносном то есть философском смысле разумеется в данном случае триангуляция в переносном смысле имеется ввиду определение своего положения по отношению к фундаментальным понятиям что такое триангуляция черт ее знает вот гад это он специально я поняла но чтобы ответил философ на тот же вопрос любой здравомыслящий философ сказал бы что не имеет значения как называть то что существует и как соотносить себя с ним очередной виток эволюции открывает знания необходимые и достаточные для достижения следующего витка живыми и здоровыми но кто-то же должен что-то делать для этого а не просто сидеть и ждать пока таблица Менделеева приснится или по-твоему это случайно что таблица Менделеева приснилась именно химику почему не рыбаку или плотнику может и снилось только проснувшись плотник примерил странный сон на свое плотницкое дело и понял что для него от этой билиберды толку никакого не будет и выбросил из головы все замолчали отец разливал чай по пиалам все равно хоть я и не могла так умело плести кружева софистики но кое-какие мысли по поводу неявно роились в голове можно просто принять гипотезу о веществе времени как исходную пусть и на веру и действовать исходя из этого и как бы ты действовала не знаю пока не знаю но я подумаю или или да нет ничего спасибо за чай и спокойной всем ночи а то я уже чувствую как с потревоженной паутины времени на меня сыплются странные комочки вещества очень похожие на засушенных мух ушла ладно черт с ним посмотрим что это значит шар забрал это время я закрываю за собой дверь в комнату на шпингалет и приоткрываю окно что так духота что эдак зато голоса с террасой становится совсем неразборчивыми и можно не прислушиваться и так понятно что ближайшие минут 10 будет обсуждаться что это на нее нашло достаю из под подушки две половинки прежнего шара маленький целый шар и письмо думаю может перечитать но зачем все понятно как всегда объяснение пространное указание точное прячу половинки и письмо обратно под подушку беру в руку маленький шар встаю и выключаю свет возвращаюсь к кровати сажусь поближе к окну из-за неплотно прикрытой рамы стрекот далекие крики чая какие-то попискивания легкие шелесты слабые тлини южной ночи верчу шар перед носом кажется или он на самом деле испускает чуть заметное голубое сияние нащупываю пальцем небольшое отверстие это не опасно да уж письмо то написала я вне всяких сомнений наверняка бы не стала саму себя подвергать опасности что я сумасшедшая что ли вспомни птиц понятно о чем это она в смысле я не помню как оказалось дома тогда не помню может узнаю наконец и с крестиком тогда в пустыне почему именно эти истории мало ли со мной чудного происходило а что будет если взять и как долбануть по шару молотком чушь все это что-то напоминает типа съешь меня выпей меня ага и еще посмотри в меня ладно посмотрим две половинки маленького шара и еще один свиток с легким стуком падают на половицу под ногами и в тот же миг крупная ночная бабочка глухо бьется снаружи в стекло как будто в отчаянии сгусток чего-то мутного шокирующего страшного метнулся перед внутренним взором боль память о ней ожидание ее долю секунды как тень и все море солнечное слепящее ветер как новорожденный играется с мелкой искрящейся рябью и небеса и берег там отец простыня натянутая на каких-то палках ярко-белым пятном среди седых валунов и гальки ты видишь или знаешь а может быть так что ты видишь то что знаешь и поэтому оно есть но оно же есть вот оно море странно ты как бы зависаешь над ним метрах в двух может в трех все это так забавно в метрах ты просто над и видишь берег но да море ветер солнце ты видишь ты вместе с ними радуешься это так здорово от солнца нет жара но оно здесь яркое слепящее море без плеска и слоноватого привкуса брызг на губах но и оно здесь игривое ласковое самое любимое и ветер он не касается тебя но он здесь они все здесь вот они и это здорово здорово видеть собственное знание а вот отец это другое он там правда там ты видишь знание о его фигуре что выходит к полосе прибоя смотрит вдаль но и он сам там он не просто то что ты видишь он как бы с тобой в тебе но там не здесь и знание того что там это берег как место пустыня волуны там и здесь а отец там но не здесь но в тебе что-то не так это видно в знании фигура отца вновь у кромки прибоя она нервная ходит туда-сюда но это там а в тебе что-то надрывается от того что это не здесь там в знании прошло уже два часа два часа как тебя нет но это еще не здесь это есть в твоем знании про то что там а здесь но из там за твоим знанием поднимается волна это сгусток маленькая тень чего-то огромного страшного там у него в сердце в сердце отца твое знание его сердце это твое сердце он должен знать что ты здесь так высоко паришь над волнами ведь совсем недалеко должно быть видно но это твое знание его сердце а там его сердце накрывает волна но твое знание его сердце это твое сердце и ты знаешь волну не маленький изгусток а мутную мощь ужаса и скорби отчаяния твое знание не видит страха оно видит скорбь и оно видит волну волна это и есть муть скорби она заполняет легкие она взрывает сердце скручивает жилы и мышцы в тугие жгуты они лопаются там но в тебе вдруг обревает желание обернуться туда откуда приходит море ветер и солнце но знание не хочет поворачиваться лоскутом ярко-белого полотна где-то в стране проносится пустыня и уносит с собой знание о мутной волне скорби разорвавшей знание о сердце ты хочешь повернуть эту боль вспять вновь ощутить эту волну и победить ее вместо этого узнаешь лики скорби сгусток безразличия как мешок с мертвой рыбой и вот уже сердце матери взрывается его ошметки добавляет розового в орнамент моющихся обоев на кухне вашей московской квартиры дед наливает рюмку и кладет сверху маленькую горбушку черного и его сердце отравленное пакостями войны болью состраданием взрывается и уносится через открытую балконную дверь третьего этажа куда-то туда в цветущие шумные поля и бабушкино сердце плачет слезами и влажный тополинный пух облепляет ее милое лицо белая простыня сереет уменьшается и сливается с низкими облаками окутавшими вершину кородага сереет и море сереет ветер и солнце исчезают контуры цвета формы место знание говорит что место важно для чего не для чего но оно было важно три дня поэтому не для чего теперь только когда но и само когда не важно для чего-то оно будет важно от трех дней до девяти ничего важнее когда места больше нет в никакой серости есть только когда бесконечные слоящиеся тени воздуха над безликой равниной серого моря скатывающегося с обрыва невидимого горизонта бесшумным водопадом и вот уже нити воды и воздуха сплетаются их не различить как необратимый поток они тянут собой что-то похожее на память туда бесшумное ничто бесконечный серый струящийся дождь в безмянном пространстве в каждой капле которого живет чешущаяся от укуса комара предплечья и огрызок карандаша собака спящая на ступенях у подъезда и тихий плеск воды на ночной рыбалке холодок укуса на пылающих от жара пятках и красная клякса крови на белой блузке свисток из стручка акации и и иссякнет ли неважно или важно ты дождь безликое безымянное ничто существующие ни для чего 119 миллионов 836 тысяч 402 капли каждая как один вздох и каждая теперь должна сделать свой выдох с последней каплей исчезает когда теперь важно только здесь после 9 дней до 40 важно только здесь не место а то что внутри что может сделать здешним все что угодно или что нужно то что делает правом только твое то что делает правом но это не место и никогда это только здесь как сердце отца было не там но было внутри ты жемчужина в раковине слой за слоем в темноте и надежде слой за слоем перед правотой не устоять только принимать тебя нет только принимать пока я не я покаяние слой за слоем слой за слоем а после правота знания как узкая полоска света как струна серебряная струна которая вот-вот лопнет две половинки маленького шара еще один свиток с легким стуком падают на половицу под ногами и в тот же миг крупная ночная бабочка глухо бьется снаружи о стекло фу противная какая я нагибаюсь и пошарив руками по полу нахожу свиток надо бы встать включить свет но вдруг замечаешь что буквы слегка фосфорицируют ай да молодец все предусмотрела а то конечно если свет отец обязательно заглянет ну что ж почитаем а теперь слушай внимательно вот так вот ни здрасте ни как дела хотя понятно уже здоровались чего теперь церемониться я это ты и ты это уже знаешь что почему и как будь терпелива хотя я уже слышу твои мысли наверное я прожила чертову уйму времени и там в далеком будущем наконец-то изобрели способ пронзать время и я решила пообщаться с собой то и что еще юна как ландыш бла-бла-бла и все такое следующей твоей мыслью наверняка будет а как же парадоксы времени вмешавшись в свое прошлое я повлияла и на ту себя что решила так поступить но ты же умная принцесса поэтому тут же найдешь ответ наверное в этом и состоял мой план там в будущем повлиять но повлиять не просто так а повлиять намеренно строго определенным образом остановись дальше останется только выдумать детективный сюжет про плутоний террористов и письма самой себе с предупреждением об опасности все не так совсем не так но будем последовательно начнем с условий задачи ты должна знать то в чем не приходится сомневаться да я это ты и это стало возможно благодаря вмешательству которое в свою очередь стало возможно благодаря открытию если так можно сказать конечно ибо открытие явление самодостаточное когда что-то просто открывается и ты понимаешь что это было всегда и всякие там фантазии про путешествие сквозь время да еще с использованием каких-то непонятных механизмов все чушь открытие это как кровь ты можешь читать про нее ее свойства знать физику и химию но только когда ты впервые порежешь палец ты узнаешь что она действительно есть и течет в тебе к чему привело вмешательство к тому что ты я никогда не была на вершине той скалы так знаешь ли и не решилась выйти на полку и мне никогда не возвращала потерянный крестик веселое существо пустыни промотавшись до вечера в песках я обозлилась скисла и вернулась ни с чем однако моя шурпа очень понравилась максу я никогда не созерцала блики времени перед тем как провалиться в них вместе с песчаной бурей ты к тому моменту уже изменилась я уже не была тобой но сама еще не знала этого в тебе поселился покой подаренный пустыней а я все так же предпочитала злиться на бездельного леху и страстно желать половить на спиннинг только с максом и чтобы за тысячу километров от остальных и я не полезла в эту расщелину за крабом потому что просто побоялась и провела день злясь и скучая потому что потому что я никогда так и не призналась себе в своих чувствах ни себе тем более ему это никогда случилось всего пять дней спустя когда мы с отцом получили телеграмму в которой сообщалось что макс погиб вот такие вот подробные переменные у этого уравнения руки опускаются сами собой лицо горит и ничего не понимаю кроме того что через пять дней Макса не станет распахивая окно звуки ночи как и вовремя включенная соседом за стенкой бетлы возвращают немного трезвости мыслям я продолжаю двадцать первого он уехал в экспедицию куда-то в горы до места добирались на машине ущелье на дороге к перевалу случился небольшой затор оползень вроде было небольшое землетрясение все стояли и не знали что делать и еще они не знали что выше по ущелью землетрясением повредило плотину время было к вечеру когда уже решили устраиваться на ночлег там наверху запертое в тисках горы бетона небольшое красивое водохранилище вырвалось на свободу у Макса ушки на макушке ты же знаешь в одной из машин ехали альпинисты тренироваться в базовый лагерь еще семья с тремя детьми возвращались домой надо было подняться по стене хотя бы выше уровня осыпи от обвала тогда еще оставался шанс альпинисты поднялись быстро остальные в это время вязали люльки внизу успели поднять детей их мать и еще одну девушку студентку из группы Макса сель унес с собой все и осыпи машины и дорогу и всех кто оставался внизу тела даже не искали и я решила мужчина король и его принцесса вам так не хватает этого обоим предрассудки ужимки кара эпохи лжи и я подумала ну пусть хотя бы лет двадцать например почему нет хорошая цифра счастье это не в том чтобы знать какой мир на самом деле а в том с кем ты в этом мире мир то все равно такой какой он есть вне зависимости от того чем он представляется лично тебе доживете вы или нет я не знаю то будущее мне неизвестно то есть оно могло бы быть мне известно и сейчас все еще может но с того момента как я изменила то что изменила прямой путь к причине превратился для меня во вселенную возможных сочетаний попасть можно но разве что случайно буду проходить мимо да и то не факт что пойму вот оно слишком невероятно чтобы полагаться на такой вариант но на тот случай если доживете там в конце письма найдешь запечатанную в пластик таблетку она открывается просто нужно повернуть верхнюю часть с инициалами относительно нижней против часовой стрелки на четверть оборота выбери любое безлюдное место но помни ты не должна открывать ее это должен сделать Макс а ты будь не ближе двадцати шагов от него главное механизм откроется не раньше чем через двадцать лет что значит Макс разве он ну да ведь он же еще не господи я даже не успела подумать что еще можно что-то сделать останови свои сумбурные мысли я просто кожей чувствую их ведь объединяет нас все равно нечто большее чем то что разделяет Макс уедет в экспедицию двадцать первого июня сейчас восемнадцатая если ты решилась заглянуть в шар сразу я в этом нисколько не сомневаюсь зная нас то у нас два дня предвидя логический ход твоих рассуждений я сразу хочу сказать за тех людей что спаслись не беспокойся я все выяснила там вообще никакого землетрясения не было просто кое-кто изрядно крупный прогулялся по ущелью в полубессознательном состоянии брел там сквозь все подряд цепляя то время от времени то время от места то в общем этот дурак с работы возвращался ну и кто он лучше не спрашивает это описать даже мне не под силу да и не важно мало ли где что с кем когда приключается бесконечность это ведь всего лишь способ с помощью которого мир хранит информацию о самом себе короче он там сначала скалу коленом зацепил а потом попить остановился отвлекся а там плоти на это не знаю как объяснить но вкратце то что я поставила тебя в известность нарушила известный мне путь я как бы лишила себя возможности найти прямую дорогу к причине чтобы воздействовать нужно попасть по крохам собрать вещество с тобой другое дело мы же одно в некотором смысле это как коридор в знании а спрочем если схема нарушена проще пересчитать пылинки на полках в музее вероятно что попадешь есть это утешает но одна из бесконечности и как понять что заглянуло в нужный кинотеатр и кино тоже и зрители но пока не разберешься что при строительстве фундамента под угол бросили серебряный полтинник а не никелевый гривенник так и не поймешь что не то не то не то от этого с ума можно сойти поэтому я не могу найти этого что бедно творил но тех людей я видела живыми и сейчас вижу ты спросишь почему я не предупредила Макса по той же причине раньше до той скалы когда я первый раз вмешалась могла бы после нет схема была нарушена и путь растворился в без невероятности но подумай предупреди я Макса я бы потеряла найти возможность себя прости тебя он бы спасся но что бы тогда изменилось он просто бы остался жив а это не так важно как принято считать после того как шар вернул тебе утраченное время ты уже должна кое-что чувствовать правда я верю что ты поверишь целую тебя все я откладываю письмо и голова идет кругом и вдруг я вспоминаю вспоминаю со всей ясностью неведения со всей неожиданной готовностью вспоминаю и отчаяние и место и когда и здесь ноги вдруг оказываются безумно далеки от привычных ощущений руки вытягиваются неравномерно наливаясь весом метаморфоза сплетает тело и сознание во что-то одно неуклюже асимметричное и оно вращается неравномерной массой на острие невидимой иглы вселенной я знаю что могла бы испытать ужас могла бы и моя память показывает мне его пределы имеется ввиду филогенетическая память которую разумеется никто не щупал как в прочем и время удивительные нечеловеческие безграничные просторы ужаса очищенного от всего мне известного я могла бы испытать удивление могла бы и память показывает мне глубину своей жажды глубину похожую на скорость беспредела выдох покоя я знала что могла бы вернуться могла бы и память подсказывает мне когда я возвращаюсь за абресом окна тихо строится ночь на какой-то миг кажется что я вижу сами струи из которых соткана картина чернильной тьмы за ними странные очертания ни то зданий ни то огромных деревьев непривычной формы только одно почему-то мне известно наверняка нет я не вижу этого но знаю там за плотно сплетенными нитями ночи день и в этом дне высоко в небе парит голубое солнце и что-то во мне изменилось навсегда глава третья макс если возможности твои ограничены все равно действуй ибо только через действия могут возрасти твои возможности шри аура добина мне нужно вернуться что проснись что случилось мне нужно вернуться куда в москву ты что сдурела отец смотрит на часы четыре утра какая же ли я тебе под хвост попала я не могу сейчас всего объяснить не понимаю только сидели вместе что успело произойти успела дурость какая-то мне срочно нужно в москву понимаешь нет не понимаю понимаю только что сидели за столом все было нормально а потом ты будешь меня посреди ночи уже рассвет ты можешь толком объяснить что случилось в его тоне уже искрятся первые нотки раздражения пап клянусь я все объясню но потом ладно нет не ладно нотки на глазах сливаются в колокольчики раздражение грозя перерасти в наковальню злости просто будь мне сейчас другом настоящим который может не знать не понимать но доверяет который боится но верит обижается но прощает который поможет нужный момент не для того чтобы поставить галочку согласен ждать вечность чтобы просто узнать что у тебя все в порядке я не знаю что еще сказать я должна быть в москве сейчас так или иначе я там буду ты можешь помочь мне но не помешать разве что свяжешь по рукам и ногам правда придется еще и кляп воткнуть потому что я буду кричать дикость какая-то я еще раз спрашиваю ты можешь объяснить что случилось сейчас нет это только все осложнит ну нет значит нет нет значит то что я только что говорила для тебя ничего не значит ты не можешь быть мне даже другом я твой отец и что это значит по-твоему делайте что хотите только меня не трогайте а тут матери нет и вся ответственность на тебе да она меня убьет это все что тебя волнует я думала что быть отцом это не только уметь принимать решения но и принимать их единолично властно может и ошибаться но уж точно никогда не бояться время рассудит да уж но оно судит только сильных все хватит это слишком он вдруг смягчается меняет тактику так радовалась что получилось приехать и мать осталась я думал ты не будешь меня связывать по рукам и ногам я надеюсь на твое здравомыслие по тону понятно что все безнадежно отпустить тебя одну через пол страны неизвестно почему и зачем я не могу можешь думать что хочешь и время действительно рассудит ты тут права и я знаю как ты не знаешь вернувшись в свою комнату я сильно хлопаю дверью не потому что зла потому что он ждет что я буду зла значит все как обычно так он будет думать покараулит конечно часок для порядка совести но ничто так охотно не заполняет предрассветные часы как не заполняю как но не заполняю не заполняю